Значит, уважаемые коллеги, ну, пока мы собираемся, вот, поездка дня, она была разослана, мне хотелось, чтобы наша работа, очная фаза, как мы ее обозвали, и виртуальная фаза, они состоялись, и желательно мы закончили бы работу в 17.00, но, по крайней мере, я вынужден уехать, у меня в 18-15 встреча в Молу, вот, и, а пробки вы сами знаете в Москве какие, вот, и какие вопросы успеем, такие успеем, как пойдет, так и пойдет, да, Александр Сергеевич? Вот, а так, я хотел бы сказать о том, что, вообще-то, это есть какое-то логическое завершение, по крайней мере, чем у годового обсуждения в группе, я эти слова не буду произносить, человек 20 раз произносит, но мне, допустим, очень и понравилось не участвовать в этой группе, хотя, все чаще ночью, вот, да, по субботам, воскресеньям, но, тем не менее, понравилось то, что многое просто узнал, всю литературу не прочитаешь, все публикации не просмотришь, один это нашел, другой это нашел, выставил, так сказать, да, вот, да, еще было выставлено 10 трендов британского открытого университета, так почитал Коннел, да, а еще недавно вчера, что, да, кто-то выставил 30 там трендов, ну, по крайней мере, это обогащает. Еще одно, я бы качество, сказал, вот, нашей группы открытой, ну, просто она открытая, это Юрий Николаевич скажет, то, что мы в своих и дискуссиях, в своих публикациях, в сообщениях и комментах вообще не касаемся никаких политических вопросов, национальных вопросов, вот, менее актуальных каких-то для нашей страны вопросов, по крайней мере, это уже говорит о том, что социальные сети и другие возможности выразить свою точку зрения, а здесь обсуждаются и показываются чисто профессиональные, как бы, вопросы, вопросы заинтересованности развития этих технологий. Меня очень обрадовало то, что в качестве такого эксперимента, где-то, может быть, Евгений Витальевич, ну, смотри, попозже или смотри, кофе можешь попить. Евгений Витальевич, Евгений Витальевич, доктор наук-профессор, проректор по научной работе и нашего института. Меня, допустим, обрадовало, добрый день, проходите. Мне кажется, фотографии вы красильников, нет? Ну, я ведь уже всех, как и родных, узнаю. Присаживайтесь. Маша там это отметь, пожалуйста. Где вам удобнее? Вот кофе есть, печенье. Сергей Львович Лобачок, доктор наш, профессор. Должны еще подойти, может быть, мы маленькую аудиторию, но я так посчитал здесь, да, 17 было человек. Вот, Азат Дамирович, добрый день. Знаете, вы дверь откройте, я не знаю, что здесь, что здесь, здесь и топят, откройте ее. Кофе, чай? Есть, есть, присаживайся, Азат. Кофе, чай, что будешь пить-то? У моей мамы был день рождения, 80 лет, вот в эту субботу. И мне понравился один анекдот, который там рассказали. Значит, в ресторане, значит, официант девушки, девушка, что будете пить? Шампанское, коньяк, виски, водка, вино, пиво. Вот, да-да-да-да, вот именно в этом порядке я и буду пить. Что бы, что, кофе или чай? Так вот, где-то, может быть, месяца три, а может быть, полгода, я не знаю, Юрий Николаевич меня поправит. Мы договорившись, я, то, что мне наиболее интересно, особенно в последнее время, это нормативно-правовое обеспечение чего-то, как-то. И я там завел страницу нормативно-правовое обеспечение, выставляя там либо интересное, либо действительно нормативно-правовое. А оказалось, что любой нормативный акт, он так или иначе связан, так сказать, с нашей деятельностью. Хоть там меценатство, да, хоть, я не знаю, там, организация учебного процесса или ГОСы, тем более, в ГОСы. Но там сейчас где-то порядка 170 человек получает рассылку, значит, им интереснее. А, кстати, одно из самых больших, а там видно, кто кликать, кто читает. Вот эти 10 трендов британского открытого университета, там порядка 1100 человек из группы прочитало, где-то как-то посмотрело. Это тоже приятно само по себе. Значит, народ так или иначе профессионально старается быть подкован, подтянут и так далее. А вместе с тем, я абсолютно спокоен к такой ситуации, что группа, она, кстати говоря, одна из самых больших, чисто профессиональных, вот среди интернета. Там где-то, уже где-то чуть-чуть, там и 2000 будет, 1900, я не помню, 50, что я там смотрел накануне. Вот, и это, в принципе, огромное само по себе сообщество, и пусть там некоторые где-то, может быть, и со скептицем, или даже с обидой. Это вот какое огромное профессиональное сетевое сообщество, а тем не менее, значит, в дискуссиях, в комментариях там участвует. Ну, по сути дела, все, кто здесь присутствует, все пишут, да? Ну, еще вот, я так уверен, что вот те, там цифры более будут понятны. Там еще 70, 70-80 человек пишут, обсуждают, это не сказать, что там 5-7 человек. Остальные слушают, вот, либо одобряют, либо не одобряют. Но я в этом плане, ну, когда кандидатскую писал, у меня руководитель был Александр Ильич Смирнов, главный редактор журнала «Экономические науки», был такой всероссийский журнал, всесоюзный, вернее, журнал. Вот, и он говорил, так сказать, говорил мне, что вообще 5-7 процентов по статистике, это экономика, статистический институт, я там аспирантуру заканчивал, вообще 5-7 процентов могут писать, 5-7 процентов, но еще где-то до 10-15 максимум, могут вообще говорить связано, понятно, логично и так далее. Все остальные могут только внимать, я не знаю, ощущать, радоваться, хорошо, если у них там зрачки расширяются, ну, такова статистика. И в этом плане, слава богу, у нас такое немолчаливое реакционное большинство, как у нас в истории там было, достаточно такой нормальный, спокойный народ. А с другой стороны, ну, я в высшей школе с ассистентом, я в 78-м начал преподавать, могу сказать, что преподавательская среда, научная среда, одна из самых сложных, да, что не человек, то уникум, что не уникум, то у него свое мнение. Причем, порой, в таком выражении это выражается, что, может быть, всегда, сказать, и в пику, и в конфронтацию, и еще как, поскольку все великие, понимаете, вот это сложно. Я так думаю, все-таки, вот, профессионального сообщества сварщиков, не к слову, упомяну его, поливая в должность, прийти, на нем попроще может быть. Хотя там все тоже доктора, профессора, вон, из МАДИ, я помню, там кто-то там руководитель. Не проще, да? Я думаю, что сварщики так попроще, так сказать, смогут договориться по тем или иным вопросам. Так, коллеги, две минуты. Две минуты, две минуты. Юрий Николаевич, вы меня слышите, нет? Маш, он... Да, я все, обнимаю. А, вы все, извините. Тогда, может быть, все начнем, две минуты уже, как бы, по регламенту почти, или три минуты. Тогда я начну, и вы подключаетесь. Уважаемые коллеги, позвольте мне открыть работу нашей учительной конференции по созданию общественной организации профессионала дистанционного обучения. У нас в первоначальной повестке, как я в кулуарах избранный председателем оргкомитета скажу, был вариант повестки, где было указано приветствие представителей законодательных, исполнительных и прочих-прочих властей. Вы знаете, у меня была договоренность с чиновниками из Рособоронадзора, из Минобранауки, на уровне начальников отдела, замначальников управления, с депутатом Государственной Думы, но и предварительно я с ними переговорил. Но меня, честно говорю, просто испугала коллизия, которая произошла где-то в районе пятницы. Вот той пятницы, когда коллеги в рамках открытой дискуссии, открытого выражения своего мнения, выразили пожелание вообще перенести учительную конференцию. И мы вот эту пятницу и субботу с Юрием Николаевичем были в некотором таком замешательстве. И это не случайно, но если переносить конференцию, тогда мне, допустим, неудобно перед теми, кого я просил. С другой стороны, я честно и откровенно ему скажу, вернее, честно и откровенно сказал Юрию Николаевичу, и вам не побоюсь этого тоже сказать, но любой перенос в моем понимании, та подготовительная работа, которая шла, ну, как там, 20 дней, да, это в определенной мере будет, ну, как бы, расценено, как потеря, может быть, кредита, доверия, что-то непонятная ситуация с организацией и так далее. И мы пришли к пониманию, что не переносим ни какого-то, сказать, дня, даты и места проведения учительной конференции. Вот, как мы наметили, было мягкое рейтинговое, как это приятно говорить, среди «Единой России», мягкое рейтинговое голосование. Никто не предложил иного места, иной даты, иного времени. Поэтому мы не стали отступать, но, тем не менее, произошел некий вот такой, значит, ну, это не конфуз, это чисто по техническим причинам. И я Юрию Николаевичу предложил, но, в конце концов, мы и до сих пор не уверены, что у нас состоится и будут те приняты решения, которые были обозначены. Лучше мы, так сказать, на этапе такого бурной радости, скажем, создадим нашу организацию, тогда минимум получим, так сказать, все благодарственные поздравления со всех законодательных и исполнительных ветвей власти и будем привлекать их к работе. Поэтому здесь вот такое, некое вступительное слово, которое сейчас я выдвинул. Будем считать, что вас поприветствовали все ветви законодательные и исполнительные власти. Вот, значит, по большому счету мы идем не только в рамках закона в общественных объединениях, мне, так сказать, с удивлением, как, прежде чем, паркома, правкома и комитета народного контроля, значит, восстановили законом или указом президента органы народного контроля, можно, так сказать, вот считать, что мы, так сказать, такие вот органомы тоже сидим. Плюс, сами знаете о том, что постановлением правительства была введена в любом случае какая-то педагогическая экспертиза, то, что само по себе приятно, вот, есть над чем работать. Но, тем не менее, факт есть факт, приветствие я вам всем, так сказать, высказал, вот, и тем самым считаю конференцию, учительную конференцию нашей, конференцию открытой. Так, есть какие-то другие возражения? Извините, пожалуйста, я вот с вами не знаком. А, все, понял, машинка полетит. Подойдет еще один человек, у вас там, у нас, значит, выступление от представителей бизнеса подойдет Котелка, Александр Николаевич, на помощи для института, для тех, кто не знает. И, если заключение слова, то приветствует нас. Без проблем, без проблем. Ну, я, вот, не знаю точно, но могу сказать, что это Азат Домирович, так сказать, да, он тоже бизнесмен-предприниматель, да, свое там, логин-директор. Я в своей бурной жизни был и представителем правления коммерческого банка, и, не знаю, гениальным директором и ресторана, и дискотеки, и автосервиса, и мебельного производства. Ну, бандиты одолели, это давно было, в 90-х годах. Вот, поэтому можно считать, что здесь все бизнесмены, и то же самое. Как это? Вообще, первым бизнесменом, я считаю, те, кто вообще защитил докторскую диссертацию, кто прошел вот эти вот всякие ходы, самоорганизовался, это уже для меня показатель того, что человек абсолютно организован, да, если он через нашу кухню защиты прошел до статуса доктора наук. Да, Сергей Львович? Как говорится, прошел тернистый путь от сперматозоида до доктора технических наук. Юрий Николаевич, подключись, пожалуйста, и обратись к нам, и пойдем уже по повестке. Мне бы хотелось вот здесь в рамках следующего некий отчет, он должен быть. И, Юрий Николаевич, скажи несколько приветственных слов, и начнем работать жестко по повестке. Да, я хотел бы как раз вернуться к повестке, я уже поприветствовал всех. Хочу сообщить всем коллегам и, в первую очередь, председателю оргкомитета, что все намеченные технически-организационные моменты готовы. Закончил их буквально где-то минут 15 назад по самой свежей статистике. Я предлагаю приступить к вопросам повестки дня. Спасибо. Прекрасно. Значит, по повестке идет мое, оно будет достаточно краткое сообщение, но, тем не менее, я бы хотел высказаться, почему я сижу перед вами, почему эта деятельность была затеяна, что не удовлетворяло меня или Юрия Николаевича, или вас присутствующих, если я смогу это выразить. Буквально несколько слов об этих императивах, настоятельных, насущных требованиях, почему, в моем понимании, мы собрались и решили создать организацию. Я где-то там в штрихах, как бы, в своей программной какой-то части говорил о том, что я, так сказать, много не приемлю, но действительно возникает вообще парадоксальная ситуация. Это парадоксальная ситуация, и я здесь рассматриваю только профессиональное образование. Я сейчас не буду касаться общего образования, поскольку я считаю, что общее, среднее образование – это вообще часть социокультуры, формирования личностей в таком, так сказать, плане. И правильно, так сказать, ставит вопрос о возрождении Министерства просвещения, который будет принципиально этим заниматься, а не все в одной куче просвещения, образования, наук и так далее. Так вот, мне, наверное, в жизни повезло, что через призму внедрения вот этих вот дистанционных образовательных технологий где-то, значит, в 97-98, когда я работал в МИСИ проректором по дистанционному обучению, я осознал, что вот те, даже в рамках эксперимента внедрения дистанционных образовательных технологий вообще натыкаются на массу нормативно-правых актов, положений, которые имеют свою историю, так сказать, там, с 27-го, с 28-го, с 32-го, с 31-го года, и ничего абсолютно за то время, хотя там, не знаю, несколько революций уже произошло, абсолютно ничего не меняется. И тема-то была, по большому счету, изначально докторская, это дистанционные технологии там и так далее. Но оказалось то, что они сами по себе технологии интересные, но они, как бы, для меня не дали ответа на многие вопросы. И я перепромотировал тему, как современная государственная образовательная политика, социальные империативы и приоритеты, поскольку понял, что у нас идет жесткая государственная система управления образованием, управления содержанием образования, управления технологиями обучения, и не решить вопрос, который могут ставить любое профессиональное сообщество, занимающее дистанционно, без понимания того, что нужно изменить вот в таких-то основах. И, будучи за границей, я, ну, скажем, в Берлинском, в Мюнхенском техническом университете, я смотрел учебный план по электроэнергетике. Вы находитесь в МТИ, у нас есть электроэнергетика, теплоэнергетика, да. Сравнение учебного плана мне показало, что у нас несоответствие где-то на 30-40 процентов. Но возникает вопрос по составу дисциплин, по рабочим учебным программам, которые вводит сам университет, возникает вопрос, это что, электроэнергетика в Германии, это один, потом уходит на Семенц работать, а у нас это совсем другое. Я был в Хельсинки и сравнивал бакалавра, менеджмент наш, и здесь учебный план. Те же 30-40 процентов, значит, там готовят менеджеров, экономистов для нормальной рыночной экономики, а у нас как-то это дело совсем по набору знаний и так далее не вписывается. Значит, там другая рыночная экономика, а здесь нечто такое другое. Но всегда, где же причина всего этого? И вы знаете, если вы заметили, то я в своих комментариях, сообщениях, резко, очень резко настроен против вообще факта гостребований, да, гостребований в виде федеральных государственных образовательных стандартов, они не рекомендательный характер носит, в рамках профессионального образования, в частности, высшего профессионального образования. Другие я как бы и не рассматриваю, поскольку ни в одной стране мира, кроме части Китая, кроме Албании, КНДР, вот, нет никаких государственных стандартов. Это наш бич. И если кто вообще присутствовал на заседаниях УМО, да, я в свое время часто, так сказать, посещал вот эти вот УМО, десяток, и в Москве, и в Питере, да, но вы меня извините, если, так сказать, формулируют КХ, квалификационные характеристики те, кто вообще никогда не работал, да. Если я приезжал, не скажу, в какой город, и мне с гордостью показывали, так сказать, один токарный, другой фрезерный станок 37-го года производства, с вензелем фашистских Германии, говорит, вот у нас, понимаете, оборудование, так сказать, супер. Или когда работая в федеральном, на общественных началах, почти федеральным экспертам Рособорнадзора по надзору и контролю, я, ну, вынужден, привлекаю это к проверкам, так сказать, лицензионных, аккредитационных показателей, где мои коллеги, при всем их уважении, они не доходят до понимания, а качественное или некачественное ведется образование. А вот здесь вот выполнены вот эти дидактические единицы, да. Вот здесь должно быть 918, условно говорю, а у вас 908. Я сдаю вопрос, ну вот Джеймс Камерон зашел бы там, не знаю, в Оксфорд, да, и ректору сказал бы, слушай, вот у тебя, так сказать, дидактические единицы вот по этой, да, вот не те. Или вот, да ты почему используешь литературу, там, старше 5 лет, да, почему у тебя не в штате, так сказать, акушер там какой-нибудь или медицинский, так сказать, да. Да, почему еще, так сказать, да, но я не знаю, каким бы видом, его максимум привлеки к уголовной ответственности, или послали бы третьим советникам посольства в тот же Камерон, понимаете. Возникает вопрос, если у нас система образования не поменялась там с 31-го года, где основные были нормативы на акты по заочному обучению, да, то тогда возникает вопрос, а что мы тогда имеем в части реализации вот этих передовых технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вообще, что мы, так сказать, вот творим и делаем. И, конечно, за этот год последний, что и группа работает, ведь наложились совсем вообще непонятные для здравого человека тенденции, связанные с другим государственным регулированием. Это государственный мониторинг, где имеют место такие показатели, которые, ну, на корню, допустим, могут убить любую инициативу, и ректор этого будет прав, да, здесь у нас штатные должны, здесь должна быть остепененность, а дистант, он может предполагать, скажем, привлечение профессиональных преподавательских кадров по найму. Вот за границей такого вопроса нет, что там трудовой книжек-то нет, да, что лежало там все прочее, достаточно договора. Нет, у нас, так сказать, все это дело жесткое и непонятно. Вот, и при всем том, что Рособорнадзор, это как надзорная организация, она также имеет право на свое существование, ибо есть лицензирование, есть государственное лицензирование во всех странах мира, правда, условия и требования совсем другие, значит, должна быть контролирующая организация, проверяющая выполнение этих лицензионных, но когда приезжают коллеги в вузах, плановые, внеплановые проверки, лицензирование, аккредитация, и даже не заходя никуда, дайте нам, так сказать, договор на медпункт, договор, так сказать, там на столовую, там на прочее, прочее, так сказать, да, вот, да, вывесили списки там зачисленных на сайте, игнорировали, так сказать, персональные данные, мне, кстати, юристы вывесили списки в течение 10 дней, да, Валерий Евгеньевич, не доходя даже до сути обучения, да, до какого-то среза остаточных знаний, или еще что-то, да, вот, сразу пишут акт о том, что здесь недостатки, и, пожалуйста, там статьи Гражданского кодекса, так сказать, по полной программе, но возникает естественная ситуация, а можем ли как-то мы, по большому счету, вот, повлиять даже тем профессиональным сообществом, которое сформировалось объективно, открытое, публично выражающее свое мнение, с тем, чтобы доносить вот нашу озабоченность до власти придержащих. Знаете, вот в моих словах, в моих писаниях, да, там нет никакого эпатажа, так сказать, вот никакой конфронтационности, вот, никакого, так сказать, инакомыслия такого, так сказать, кондоу, да, я просто хотел бы показать, что мир развивается по другим законам, вот, а мы же, так сказать, нет. Я был в Узбекистане, там строили как раз Уздео, да, которое сейчас до сих пор нам машины поставляет, встречался и в посольстве, и там встречался, значит, там, говорит, ну, где вы кадры нашли для производства? Ага, очень просто. Мы, это корейцы, мы категорически запретили принимать на работу тех, кто закончил высшее образование в области автомобилестроения, и хоть и тех, кто хотя бы один день работал на автомобильных заводах. Нам проще научить с нуля. И эта же ситуация повторилась на Шкоде, когда Volkswagen купила в Чехии Шкоду, да, там полгода работали немецкие инженеры, рабочие, которые возились в Баварии. И в этом плане только через полгода, через оценку, так сказать, требований профессиональных, да, шел прием на работу чешских наемных работников. Это о чем говорит, вот такой, буквально, так сказать, сам по себе срез. Глобализация. Как бы мы к этому ни относились, да, рабочая сила, она имеет индифферентные какие-то вот параметры качества. И это качество вне территориальной расположенности. Если предъявляют одинаковые требования к качеству рабочей силы в Шкоде, либо, так сказать, в Средлогорске, либо там в Калуге, да, то возникает, давайте в обратку посмотрим, да, какие-то требования, условия к деятельности вуза, который готовит эти кадры. Давайте дальше пойдем к учебным планам и программам. Давайте дальше пойдем к модели специалиста, которая формируется в этом вузе. И тогда мы, наверное, получим, так сказать, вот ту рабочую силу, которая может работать и в Мексике, там, на заводе, в Мерседес, да, и, так сказать, там, в Калуге и так далее, и тому подобное. Я исхожу из того, что особенно в технических отраслях не может иметь место супер каких-то национальных различий, да, в требованиях к квалифицированной рабочей силе. Вот, вот, что не говорите, так сказать. Я могу согласиться, что, вот, по Мюнкенскому гостехническому университету, который мне по электроэнергетике потряс учебный план, в сравнении с нашим учебным планом, я знаю, что в Германии 12 лет учатся, в средней школе, да, это, у нас 11 лет, и у нас, наверное, нужно догонять дисциплины, как мы говорим, социально-гуманитарного блока с тем, чтобы это было. Но это возможно так. Далее, они там учатся 4 года в бакалавриате, мы учимся, догоняя один год разницы, так сказать, да, в средней школе, понятно, да, мы фактически готовим их чисто в профессиональном образовании 3 года. И, конечно, они недоделанные не специалисты, недоделанные бакалавры. Это где-то на уровне художественного свиста в части среднего профессионального образования. Вы можете, а при чем здесь это? А это наш федеральный государственный стандарт, непонятно кем сделан. Большее возмущение, конечно, у меня были проекты этих государственных образовательных стандартов, когда я вдоль поперек и увидел, что там на 90% как по кальку написаны требования к организации учебного процесса, в том числе к дистанционному образовательному технологии, где коллекционные характеристики, что должны знать или иметь, это 10%, а все остальное вмешательство государства через этот документ в, как угодно можно назвать, производственно-хозяйственную, образовательную деятельность и так далее, где фиксируются непонятные, кем сделаны нормы, требования и так далее. Но какое это дело? Если в одной стране, где государство регламентирует технологии обучения, применения тех или иных технологий, нет. Вот назовите, так сказать, да, мы обсуждаем. Вот я постоянно читаю литературу, такого нет. И у нас это в рамке федерального закона, где лицензирование, да, электронного обучения, ну пусть исключительно полнобъемного, да, это у нас лицензирование постановления правительства, это у нас даже войдет в аккредитацию, поскольку уже видна позиция Миноборнауки, да, вы сначала получите лицензию на исключительное дистанционное обучение, подготовьте выпускника, а потом мы дадим аккредитацию, а до этого вы давайте, как бы, дипломы своего образца, ибо, так сказать, вот у вас этот статус не подтвержден. Это, понимаете, 5-7 лет, и в нашей стране, где ментальность, там, патернализм, там, все прочее, это тоже, так сказать, само по себе, но просто убивает, ну вот в моем понимании, не убивает, а мы теряем просто конкурентной борьбе, мы не можем показывать то или иное. И еще такой аспект, вот здесь вот нет одного нашего московского товарища, он говорит, ну почему же мне не дают, вот мне не нужна аккредитация, я готов удавать свой диплом, установленный образца, ну пусть он кому-то не нравится, но вот мой диплом, почему я должен обучать по федеральным гособразовательным стандартам, а не находятся в лицензии. То есть это условие лицензирования, это выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. И только тогда ты выдашь диплом государственного образца, а я могу, вернее, установленного образца, даже установленного образца. А почему я не могу вот это поменять и это поменять? Не можешь, значит, у тебя приостановят лицензию. Есть ли вот это в какой-то стране? Ну, если скажете, что есть, будем обсуждать. Но я знаю, что два условия есть, два условия лицензирования в развитых, так сказать, заграничных странах. Первое условие – это юридическая регистрация лица, ну, юридическое лицо. И второе – это юрадрес и желательно что-то такое помещение, так сказать, неважно, на какой основе. Главное – юридическая регистрация и юрадрес. Это дает основание дать лицензию на те заявленные программы, которые есть. Все остальные 9 пунктов, которые у нас по 966 постановлению, их там 10, да, все остальные 9, да, а там этого нет. Там этого нет. Ну, равно, как и совсем другие критерии, конечно, эффективности деятельности образовательных учреждений. Вот у нас там в госмониторинге очень много их, да, и квадратные метры там, и остепененный ППС там на 100 человек, да, а там только два. В течение какого срока ты получил работу после окончания вуза, и какова сумма твоего годового дохода. Все, больше нет ничего. Нет ничего, никаких критерий. Хотя можно оценивать там по-разному. И общественная организация оценивает, у нас была здесь дискуссия, есть ли критерии в оценке так называемого качества, там, образования, т.д. Ну, есть, наверное, есть. Я как философ вообще и скажу, что понятие качества, оно вообще в философии неопределяемо, кстати говоря. Ну, чем отличается по качеству синий цвет и красный? Или вот, допустим, красивая лошадь, да, это характеризует ее качество, так сказать, да. Вот в философии нет понятия качества. Потребительная трактовка, она имеет место, но потребительная трактовка, она всегда связана с сопоставлением с какими-то условиями, требованиями, да. У нас это федеральный госстандарт и личное мнение госинспектора и комиссии, который придет. Там это рынок, понимаете, ну, другого не дано. Вот, исходя из таких, может быть, общих, может быть, таких соображений, где-то месяц назад, когда мы осознали, вот я лично осознал, что вот та же межрегиональная рабочая группа, которая заседала в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, да, в Москве, да, вот, идет токтание на одном месте. Никакой вопрос абсолютно не решается. Можно ли в виде каких-то воздействий в письменной форме, в документально оформленной форме доносить до органов исполнительной законодательной власти вот наше мнение, наше суждение, наше предложение, результаты сравнительного анализа с тем, чтобы воздействовать на уменьшение барьеров, как мы, так сказать, в свое время обсуждали, чтобы у нас была большая свобода в реализации, значит, академических свобод и прав преподавателя на организацию учебного процесса. Вот, в моем понимании, так сказать, да, необходимость такой организации заключается в возможности донести до власти придержащих, это до законодательной власти, я вас уверяю, там тоже проблема, ведь законодательная власть ни в одной стране мира, так сказать, да, вот если сравнивать закон об образовании, он не имеет такого содержания, которое мы поимели. Там 269 отсылочных норм, то есть законодатели приняли и 269, вот там просто нажимаешь, так сказать, да, это в Windows, и там в Word, и все там считается, да, вот я в городе 269. И 269 отсылочных норм на усмотрение федерального органа управления образованием. То есть они приняли и отдали все. И теперь федеральные органы, это Миноборнауки, Рособоронадзор в нашем, они в рамках своих нормативно-правых актов ни с кем не согласуют, тем более с депутатами, они их принимают, и дальше страна живет по ним. То есть у нас, как бы, закон не прямого действия, но кроме одной статьи о сетевом взаимодействии, но, извините, уже вышло 6 документов Рособоронадзора, где идет расшифровка требований к заключению договора о сетевом взаимодействии, о присутствии, так сказать, всех проверочных мероприятий на этапе лицензирования, аккредитации и так далее. А закон-то, статья-то прямого действия, понимаете? Конечно, я не тешу себя особыми иллюзиями, но вот я не помню, какому претенденту на должность. А, Александр Сергеевич, кажется, что бы вы делали бы на следующий день, если бы наше профессиональное сообщество вас избрало президентом. Я бы на следующий день попросил сообщества, какие направления наиболее болезненные, в адрес кого писать и что писать. И за ночь бы, так сказать, набросал хотя бы 2-3-4 направления туда начинать писать. Причем в виде открытых писем, обсуждая профессиональным сообществом, может быть, голосуя за это и отправлять за подписью и печатью, за подписью и печатью или штампом, не знаю, да? И это должно висеть как ответы, так и приветы должны открыто висеть либо в социальной сети, либо на нашем сайте профессионал.д.о, чтобы мы понимали, да, вот есть письмо, реакция отсутствует. А, реакция есть, вот вам реакция. Так, что делать дальше, понимаете? Вот я вижу только то. Остальное, очень ценное, опыт, конференции, то, что Юрий Николаевич много и подробно все это осветил, я бы это рассматривал прям как вот такого большого системного проекта. Это открытое образование в Российской Федерации, да, где можно какие-то проекты через него, через портальную структуру реализовывать, привлекать, ну, искать какие-то источники денег, для того, чтобы всякая работа почетна, да, если она оплачивается. Кто принимает участие, тот и получает, да, пиво только членов профсоюза, ну, и так далее, и тому подобное. Вот примерно такой взгляд и такие вот обсуждения, они и привели меня, вот, Юрий Николаевич, и наших коллег, возможно, и вас, к необходимости создания вот такой организации. Организация, повторяю, без права юридического лица. У меня было массу юридических лиц, не скрою, около 30, я с каждым мучился, как ее ликвидировать, понимаете, ликвидировать сложнее, чем создать. Вот если нащупается хороший какой-то вот вектор, там, не знаю, да, там статус, все прочее, что-то подобное, можно говорить и о юридическом лице. Но поверьте мне, как доктору по специальности философии, политики и права, да, наш гражданский кодекс один из самых неплохих. Он дает возможность через третьи лица, да, через договорные отношения, через свободу договора проводить любые, так сказать, хозяйственные операции. Только та организация, которая берет на себя сопровождение тех или иных проектов, она должна уплачивать налоги, стоять на учете и так далее. Здесь вообще, так сказать, вопрос. Создана организация как юрлицо с номером госрегистрации, либо без юрлица. Это вот наш закон, слава богу, это позволяет. Я свое выступление закончил, вот, и передаю, передаю слово ответственному сайтарю оргкомитета, который также публично и открыто, вот, не калуарно, да, был избран. Это Юрий Николаевич Белоножкин, удивительный человек, инициатор, энтузиаст, работает круглосуточно по среднюю неделю, вот, у него даже камера раскалилась, он новую вчера купил, насколько я понял. Вот, я ему передаю слово о том, каковы были итоги работы оргкомитета, вот, за прошедшие 20 дней. Спасибо, Ирослав Иванович, спасибо, коллеги, что пришли к нам. Я не буду говорить все то, что мы активно обсуждали по программам, по нашим планам. Я хотел довести результаты нашей общей совместной работы в виде четких показателей, в виде четких цифр, мы любим цифры, в виде тех намерений стать учредителями, которые мы зафиксировали в системе. Но вначале я хочу тоже проинформировать, аналитическая справка некая, вот, история, как все создавалось, я разослал, подготовил ее по почте, и в ней можно увидеть, что мы начали это заблаговременно, не вдвоем. Это были пожелания и других коллег, в частности, Вячеслав Александрович Кирсак предлагал действовать, выбирать оргкомитет председателя и так далее, и так далее. Мы создали мероприятие, мы каждый раз приглашали, размещали ссылки на проекты документов, активное голосование, обсуждение, и в частности, мы видим, что Василий Иванович Солдаткин, большинством, причем преобладающим большинством голосов, был таким председателем оргкомитета выбором в открытом режиме. И я сразу хочу поблагодарить, что он тоже провел гигантскую работу, и без выходных, и по вечерам все мы готовили, старались все учесть. Василий Иванович подводил предварительные итоги наших работ, информировал, о чем я дублировал, еще на сайте в виде почтовых рассылок и в сетевой группе. Вот вы видите здесь решение, сейчас я не буду их озвучивать. Но в целом история интересная, объективная. Мы учитывали мнение, с чего начинаете, в частности, вот наш формат, такого удаленного участия, именно он и был инициирован большинством коллег. Именно с удаленным участием любой точки земного шара. Здесь Василий Иванович информирует о том, что меня просит быть, и я соглашаюсь, ответственным секретарем, тоже с учетом поданных голосов, что был принят официальный сайт, да, там еще я пишу, что он проект, там есть еще о некотором доработке, но решение председателя оргкомитета имеется, что у нас есть свой сайт profido.org, здесь мы видим итоги участия, то есть дата, время проведения, место проведения возникло не с пустого места, это было мнение коллег, вы видите результат этих голосований, последующее решение по составу и по форме участия президиума, вот дата места уже окончательно объявляются решением председателя на смору предварительных мероприятий голосований, было предложено выдвигать в состав президиума тех личностей, тех представителей, которые каждый считает нужным, мы видим эти результаты, правда, мы не получили подтверждения о желании того или иного кандидата быть в членах президиума, и даже был казус, когда уважаемый Анатолий Васильевич Крет, например, просил вычеркнуть его из списка, разумеется, был бы конфуз, если бы мы включили того же депутата, уважаемого, а он бы сказал, ребята, я не собираюсь, мне некогда, это был бы конфуз, поэтому мы должны были это учесть, ну и вот здесь же в истории я привожу целую серию массовых рассылок, что мы делаем, информируем о каждом нашем шаге, еще и по электронной почте. Если меня хорошо слышно, и Василий Иванович подтверждает, я сразу перехожу к результатам той работы, которая была проведена Оргкомитетом, вы не возражаете? Спасибо, Иван. Сейчас, секунду, уважаемые коллеги, сейчас, если так подвести итоги, значит, выступление Юрия Николаевича, им проведена большая работа, и вся работа, она была публично представлена и в группе, и на сайте, здесь, если никто страниц. Вот, но я могу только вот поблагодарить его за огромную работу, которую он сделал, и все-таки перейти к к основной части нашей учительной конференции, как это написано в повестке. У нас в повестке для ведения собрания или учительной конференции нужно избрать по крайней мере три должностных лица, это председатель, это секретарь комиссии, и мандатную комиссию, либо комиссионера, комиссара, скорее всего, который скажет о мандатной чистоте учредителей нашей конференции. Я вот эту часть, сама по избранию секретаря конференции, я не буду оригинален, я вот предложу в качестве секретаря конференции избрать Юрия Николаевича, который абсолютно владеет ситуацией, и ему же поручить быть комиссаром мандатной комиссии в единственном числе, ну что здесь эту бюрократию разводить, поскольку все данные по регистрации учредителей, по проверке их законности, так скажем, присутствия в учредителях, это им ежедневно она и проводилась. Что касается избирания председателя, это на вашу внимание. Значит, можно считать принятым решение о секретаре конференции и о комиссаре мандатной комиссии Юрии Николаевича? Да? Да. Спасибо. А председателе какие есть мнения? Пожалуйста. Спасибо. Это даст мне возможность не сходить со своего места в другое. Есть какие-то еще предложения по председателю? Все. Спасибо. Юрий Николаевич, доложите, пожалуйста, о том, кто у нас является учредителями, сколько их, вот, как бы, отчет мандатной комиссии, то есть, та аналитика, которая шла при регистрации на сайте профи.орг. Василий Иванович, дорогие коллеги, мы применяли такую разрешенную законом и часто используемую на практике технологию заочного досрочного голосования. То есть, здесь мы уже, как бы, принимаем согласие наших коллег, которые не могли по каким-то причинам в силу занятости и так далее участвовать сегодня очно или вебинаре. Такая практика есть, поэтому, я думаю, мы просто соглашаемся с ранее принятым решением о том, что мы начали проводить досрочно и я подготовил буквально вот за 20 минут закончил собирать самые точные, самые последние цифры с нашей системы и докладываю, что изъявили желание добровольно 90 человек зарегистрировались лично, сами указали свои адреса электронные и мы обращаем внимание, что мы с Василием Ивановичем чтобы не нарушать российское законодательство в принципе это мы раньше говорили всегда, что в нашем случае речь идет только о гражданах Российской Федерации но с оговоркой что в качестве почетных членов мы можем рассматривать кандидатуры зарубежных граждан и вот здесь даже видно какие страны это только часть таблички присутствуют в качестве представителей и учредителей следующим пунктом мы это тоже не скрывали пока учредитель не заполнит свою анкету мы не можем допускать его к обсуждению каких-то рабочих проектных документов в данном случае мы видим что только 87 человек заполнили анкету по каким-то разным причинам это их ручное дело не граждане России и те кто не заполнил что ничего-ничего продолжайте вопрос сейчас будет клан да я потом на вопросы отвечу в этой анкете видите вот 4 человека подтвердили что они не являются гражданами Российской Федерации более того мы это с вами знаем технологии различные мы могли контролировать для себя на всякий случай смотреть управлять этим процессом насколько эти анкеты соответствуют именно территориальному признаку мы не стали Василий Иванович был более такого строгого мнения но мы все-таки не стали требовать паспортные данные и так далее поскольку вопрос такой этичный не совсем простой мы пока работаем на доверии мы все хорошо друг друга уже знаем за год не стали усугублять вот этот момент далее здесь мы видим что анкета фактически является заявлением формой личного заявления закрепленное персональным логин паролем порой я не вижу то есть каждый изъявил свое свободное изъявление стать учредителем большинство показали что они знакомы уже с проектами документов мы видим регионы проживания на первом месте самое активное оказалось Москва и Московская область ну дальше я не буду рейтинговать тут все и так видно вот и Москва 11% на втором месте по-моему Санкт-Петербург но это уже детали которые для истории на всякий случай для последующей аналитики могут пригодиться мы видим здесь представительность по как бы статусу профессиональному статусу и мы отмечаем что среди нас очень много руководителей структурных подразделений правда тут не наговоры на каких именно тут бизнес тоже представлен у нас и очень отравно видит руководители образовательных организаций очень много преподавателей есть один фрилансер нормально я считаю характеристика полезна также для нашего анализа здесь по степененности даже академик среди нас есть мы заранее оценили направление деятельности по разным источникам их более 20 в дистанционном обучении а может быть даже и больше мы это еще будем обсуждать но действительно вот на первом месте по значимости или отношению к проблематике дистанционного обучения это методика и практика на втором месте это вот виртуальная технология образования тут сложно как-то точно оговорить тем не менее тоже но на втором месте нормативно правовое обеспечение дистанционного обучения это является одной из наиболее интересных и значимых проблем среди учредителей а вот еще и другие направления в том числе инклюзивное образование дополнительное образование речь идет не только о репетиторах но и различных дополнительных видах образовательной деятельности хотя репетиторство с помощью дистанционного тоже пользуется интересом и спросом инноваций и так далее и так далее и мы обо всем этом тоже в качестве отчета постоянно информировали в нашей новостной рассылке где-то были на дискуссии более активные где-то менее но мы постоянно информировали о всех наших действиях да Михаил Николаевич безусловно виртуальность мы будем поддерживать я искренне говорю по выбору президиума с учетом вот той исторической справки получилась я считаю нормальная ситуация поступило не так уж много предложений всего 39 и мы видим статистику и в конце Азар Домирович Хананов мы все многие давно его знаем я его глаза не видел но очень хорошо вижу его как профессионалы он был внесен список он изъявил согласие из разрешения Василия Ивановича он сказал уже не об этом но объявил решение чуть позже добавить список поэтому статистика получилась неравномерно тем не менее формально эти условия были хоть задержкой но тоже выполнены по внесению Юрий Николаевич давайте вопрос мы позже вернемся вы сейчас по учредителям вы сказали здесь может вопросы будут я могу сказать что среди нас наших учредителей оказались те кто является и гражданин России и гражданин иной страны живет он в иной стране но он же паспорт имеет гражданина России поэтому как бы он имеет право преследование но можно сказать что мы только граждане России у нас то что он написал о себе что он хочет быть войной гражданство сейчас разрешено если поставить в известность Юрий Николаевич здесь были вопросы какие будут вопросы по составу учредителей и вот по всем так сказать 87 анкет из которых 4 неграждане России учредителями города граждан России а было объявлено что учредители 90 что посредине это у нас уважаемые коллеги я вообще-то не закончил у меня еще информация хочу договорить если можно я как можно вы перешли к президенту а здесь ведь эти вопросы по повестке мы что их сейчас рассматриваем сейчас вопрос только по учредителям может ли предварительно касается рейтинг да ну здесь сейчас Юрий Николаевич здесь по поводу значит статуса учредителя кто у нас есть здесь не сопоставилась данных я могу предположить только в одном есть чистые иностранцы ну скажем тот же Кухаренко из Харькова да есть не буду называть ее фамилии которые имеют двойное гражданство они являются гражданами России таких насколько я помню было три но есть еще один момент в связи с тем что первоначальное это мое решение как председателя значит зафиксировать окончание всех регистрационных и выборных процедур 23 часа 59 минут там 23 ноября да вместе с тем шел поток просьбы так я их назову с тем чтобы продлить и регистрацию и продлить варианты с голосованиями если есть такое желание почему и вот регистрация она шла до 12 или до 14 0 до 12 насколько я знаю до 12 и регистрация и голосование да по по всем или тем позициям в этой связи Юрий Николаевич готовил может одни формы вот отчет они за 20-30 минут там поменялись так сказать на увеличен вот я так могу ответить но вместе с тем я могу сказать что все те кто досрочно голосовал или вообще голосовал да это специально мы смотрели это все же документировано в логфайлах там не знаю все ни один иностранный гражданин да не был причастен к процедурам голосования ни один понимаете вот в этом плане легитимность голосования она была соблюдена другое дело что там может быть половина не голосовала чуть меньше половины не голосовала но это уже право там каждого уважаемые коллеги какие будут еще вопросы вот по мандатной мандатной комиссии это комиссия которая определяет доступ учредительное собрание которое имеет свои полномочия у нас полномочиями являются только параметры какие гражданин российской федерации то что он прошел пути анкеты заявления имел право голосования обсуждения документов других у нас критериев никаких не было все учредители становятся членами после решения уже о создании дальше прием членов идет я как раз не договорил второе условие каждый кто написал анкету мы с вами это тоже писали должен был указать форму участия или заочная или очная своим решением это было условием выдачи чтобы мы могли ее пригласить заказать пропуск и так далее это тоже мы в другую аудиторию перешли просто здесь тоже технический вопрос хорошо какие еще вопросы Юрий Николаевич еще будет значит коллеги да да слышали вопрос из 87 учредителей сколько у нас вот здесь присутствует пересчитаем и сколько у нас на удаленном обучении на удаленном на удаленном присутствует настоящий момент 29 человек слышите Василий Иванович слышите да Василий Иванович говорите 29 человек присутствует вы видите сейчас удаленно сколько присутствует в аудитории я не знаю но с учетом этого отложенного 13 здесь присутствует да но я хочу проинформировать мы об этом тоже говорили что итоговым сводом данных по сегодняшнему мероприятию будут являться результаты электронного голосования сегодня мы только лишь фиксируем и принимаем протокол как решение нашей конференции принятия поэтому всего то что мы сейчас видим в вебинаре и в аудитории на самом деле это не все учредители которые внесены в протокол голосования нас гораздо больше это нужно не забывать еще вопрос тогда еще раз процедура мы что мы понимаем не мы доставали в воду за тогда дальше процедура насколько это растягивается в воде мы голосуем за создание еще не когда заканчивается процедура значит вот то что сказал юрий николаевич и я могу следующее сказать что после того как учредитель звук и манифеста и выборные дела и это голосование шло нет до 23 а до 12 часов сегодняшнего дня никто ничего абсолютно не сбежал в этом плане в этом плане да принял участие тот проголосовал тот кто не принял участие да тот возможно и не будет еще учредителем здесь ведь возникает коллизия что все там 87 и 90 должны присутствовать или какой-то к ворум а если они просто так сказать проверили работоспособность так сказать вон сайта который на орге зарегистрирован понимаете здесь может создать организацию под действующим законодательством три человека три человека да без права юридического лица или даже с правом юридического лица поэтому здесь кто-то голосовал кто-то не стал голосовать кто-то проголосовал всего лишь два часа назад но все кто желал проголосовать они проголосовали и Юрий Николаевич и моё мнение таково всем было дано право досрочного участия досрочного голосования и впредь при организации проведения голосования на президиуме и на конференции, такой же принцип удаленного, виртуального, заочного, как угодно называть, он будет наиболее адекватным, наиболее приемлемым для всех, а не так, чтобы лично посчитать, ребята, есть на 14 человек и подключились, понимаете, сколько там, 26, значит нет кворума. Я считаю, что еще вопрос, кто останется учредителем или кто станет членом нашей организации, может те, кто не подсоединился, у меня есть письма от трех, которые просто в загранкомандировке не смогут быть, другие, так сказать, ведут занятия, не смогли, это не является каким-то аргументом для принятия решения о создании и так далее. Юрий Николаевич, и я стою на том, чтобы все процедуры свободного волеизлияния, обсуждения были проведены досрочно и все материалы присутствуют в открытом доступе, никаких там не фальсификаций, ничего нет. Юрий Николаевич, и я думаю, что сам факт того, что человек подписывался в учредителе, не является фактом голосования это создание, иначе он не был учредителем. Юрий Николаевич, есть против там, понимаешь. Нет, если я вхожу к учредителе, значит я уже за. Если я против, я не становлюсь учредителем. Я могу выйти, но если сейчас у нас там. Восемь или девяносто, мы тут можем опять подозревать учредители, и есть, значит это люди, которые прогрессовались. Да, они заполнили все оплаты, анкеты, документы. Решение о создании де-факта уже есть. И еще один момент, сейчас мы перейдем к тем вопросам, по которым вообще шло голосование. Поэтому здесь чисто процедурно, вы можете с этим согласиться, не согласиться, но тогда вырасти вашу позицию. Мы фактически по каждому вопросу, о создании, устав, манифест, выборы, мы доносим и публикуем здесь данные, которые были на сайте, которые проверяемые, и которые были добровольно проголосованы. И в этом плане, как председатель, я вижу только одно, согласиться с данным решением или не согласиться. Если не согласиться, то возникает вопрос там коллизии, вот в моем понимании. Юрий Николаевич, значит будут вопросы еще по мандатной комиссии, мы к этому обратимся. Я перехожу к следующему вопросу, самому главному, о создании общественной организации профессионала дистанционного обучения. Буквально несколько слов. Мы долго думали, как назвать нашу организацию, да, и вообще что такое профессионал, вы, наверное, видели переписку, это все достаточно, так сказать, расплывчатое. Один хочет стать профессионалом, другой, так сказать, есть профессионал, а третий, так сказать, профессионал в каком-то узком или еще что-то. Это все расплывчатое. Но волей судьбы такое было название группы, социальной группы, а это мощный источник информации, поддержки, это сторонники, это последователи, вот, это раз. Во-вторых, здесь еще был некий такой корыстный момент, когда мы остановились на этом названии. Вы знаете, если писать письма на родину, да, я имею в виду в органы исполнительной законодательной власти, но, по крайней мере, так сказать, вполне справедливо будет считаться то, что мы обращаемся к ним как профессионалы, 10-20 лет потратившие сил жизни, там, не знаю, на обсуждение, решение всяких проблем. Вот, меня за, сейчас скажу, так, с какого, 90, примерно, 93-го я начал ДО заниматься, примерно, ну, или 4-го, 20 лет, да, я был во всех, так сказать, правоохранительных органах, межрайонных прокуратурах, АБЭП, я уже не говоря, кроме ФСБ, везде был. Вот, да, прошел, так сказать, вот огни и воды, подоказанный, что это легитимно, правомерно и т.д. и т.п., понимаете, поэтому вот седой, так сказать, да, значит, рано, рано стал седым, исходя из этого. Здесь, и мы хотели бы, да, именно таковым быть и писать на родину, так сказать, да, вот именно подписывать, что это профессионалы. Но, а когда рассуждать, ты профессионал в чем, так сказать, да, я вот себя считаю достаточно узким где-то, ну, пытаюсь заниматься нормативно-правовым, причем даже на уровне вуза, там, подструктурных подразделений, и не могу себя считать уж таким большим профессионалом, скажем, там, методики, там, не знаю, в мудли в каком-то, не знаю, для меня это, понимаете, это так. Хотя вот другие люди, они именно в этом профессионалы. Вот у нас и возникает уникальная сообщность, когда мы где-то так подсчитывали, ну, порядка 12 подсистем имеют вот системы дистанционного обучения, ну, как система, да, 12 подсистем. Игнорирование одной из них приводит к тому, что система не работает, понимаете, она не едет, она скрипит. И в этом плане, не исключая, что, так сказать, именно мы попытаемся понять эти 12 с учетом современности и дать свои рекомендации, предложения по каждой подсистеме, чтобы, так сказать, эта система не буксовала. Поэтому я ставлю перед вами вопрос о создании общественной организации профессионалов дистанционного обучения. Прошу Юрия Николаевича нам продемонстрировать самые последние результаты голосования по поводу создания этой организации. Ну, фактически, да, те, кто заполняли анкеты, 100% указали, что они желают создать, хотят быть учредителями. И на самом деле, тут уже даже не фильтровать, если иностранцев, граждан иностранных государств, все, кто прошел, получил мандат, на сегодняшний день, и явили желание, и вот увидим результат. Я предлагаю принять сведение, что организация, это востребовано нашими коллегами. Юрий Николаевич, Юрий Николаевич, мы запишем все-таки это в протокол и его опубликуем. Вот у вас первый пункт, что гражданин, понятно, это анкета, то, что вы желаете быть учредителем с возможностью досрочного голосования, видите, 100% там, да, вы покажите голосование по поводу главного вопроса, создавать или не создавать общественную организацию. Там ведь было отдельное голосование. Да, ну что вы. Нет, по-моему, это пункт, это только мы. Да? Вот это же факт, что я здесь учредитель. Ну а как можно, желание быть учредителем, ну быть против этой организации? Ага. У меня есть великий вариант, что сам с собой не согласен, что ли? Да нет. Я согласен. Все, голоса на них. Василий Иванович, этот вопрос автоматически отпадает, поскольку раз человек желает, значит, он сразу этим самым подтверждает, что он хочет ее создать, это уже не требует как бы второго, отдельного вопроса. Мы его не выводили. Окей. Окей. Значит, мы пишем о том, что 79, да? Проголосовало за. Из 83, так я понимаю? Да. Ну все. Тебе общая число учредителей 79. Нет, 79 из 83, я смотрю, проголосовало за. Мы тоже заполняли все, значит, 79 учредителей, правильно? Да. Получается, да. Скажите, правильно? Кандидат от 4. Да. Кандидат от 4. Кандидат от 5. Соответственно, общий форум конференции 79 человек. Решение принимается только в большинстве. Но подавляющее большинство за учредителей. Тогда, коллеги, возникает вопрос, мы утверждаем это, согласны с таким решением и голосованием создать организацию? Как? Есть другие? Нет, нет. Просто есть ли другие, скажем, мнения по несогласиям? Консенсусом. Окей. Мне кажется, что надо сделать следующее. Василий Иванович, наши удаленные коллеги в чате подтверждают то же самое. Создать. Если видите на экране, то все готово. Возражений ни одного нет. Ну, здесь вопрос голосованием утверждать на протокол голосования, так сказать, но есть в партийных делах. Я, как член КПСС, могу бывшую-то рассказать об этом, да? Ну, вот данные 79, у кого есть сомнения в правомерности, достоверности данных, может проверить, так сказать, это дело в любой момент. Я, уважаемые коллеги, с вашего позволения, объявляю решение, подавляющим большинством учредителей, решение о создании общественной организации профессионально-дистанционного обучения принято подавляющим числом голосов. Василий Иванович, всех вас поздравляю. Уважаемые коллеги, прошу внести решение не подавляющим, а абсолютным, 100%. Абсолютным большинством. Окей. Спасибо. Уважаемые коллеги, значит, переходим к вопросу об утверждении устава. Я вам скажу, что он висел там где-то, вторая версия, с 12-го числа, были обсуждения, с 12-го ноября. В воскресенье вчера, позавчера, или вчера, я уж не помню, все смешалось, я учел по возможности все соображения, более того, там были принципиальные вот такого плана соображений, выделил даже их желтым фоном, так сказать. Маша, ты можешь его найти, этот устав? Я пересылал тебе устав, мы, так сказать, пройдемся, я просто хотел бы откомментировать желтые, они весьма принципиально. Пока Маша ищет проект устава, о, видите, значит, ну не знаю, это 82 федеральный закон, Александр Сергеевич хотел не перепутать. Ну это так, давай дальше, иди, дальше, иди, так, дальше, иди, так, здесь был вопрос об открытом образовании, подставил слез дистанционного обучения, но это, понимаете, это научный вопрос, там, да, open education, там, distant learning, вот так все крутится, есть. В моем понимании, открытое образование, это некая парадигма, это некая идеология, это движение, она вырастает из открытого общества, и это можно там, а вот дистанционное обучение, это может быть 90%, без которого открытого не бывает. Это обучение в своем режиме, у того, кого хочешь, там где-то там расположен, там интернет и так далее. Ну, вот такое решение открытого образования, дистанционного обучения, оно такое, так сказать, парадигмное. Да, давайте дальше. По поводу, да. Политика открытых дверей, она вовсе, так сказать, да, может, двери, так сказать, за дверями плата может быть. Да, открытое образование, вот в моем понимании, это вот как в том же Болонском университете, да, там ежегодно входит две тысячи человек на обучение, две тысячи. После первого года выскакивает оттуда пулей тысячи человек, да, они могут освоить программу. Если человек дуб как дерево, да, то он не может пройти первую дисциплину, так сказать, первого курса или первый зачет. Вот в моем понимании, там нет других определений, кроме знания французского языка и все прочее. Вот вход две тысячи, тысяча выскакивает сразу. В британском открытом университете вход, там двести тысяч обучается, но доходит 5-7-10 процентов, тоже говорит, так сказать, о возможности. Ну, они сами публикуют, что данные там 10 процентов полностью выходят. И срок, понимаете, не за пять лет, а там 10-12 лет, он полный курс обучения заканчивает. Поэтому здесь можно обсуждать что угодно. Я вообще сторонник открытого образования, но могу сказать, что оно у нас недостижимо, вот в обозримой перспективе его не может быть. Его не может по причине того, что у нас нет политики открытых дверей, вот. А здесь политика открытых дверей, что мы забываем, она может не отталкиваться от даже предыдущего образования, понимаете. Вот, скажем, те бизнесмены там и Гейтс, да, и Эппл, как его Джобс, да, они не имели высшего образования, но это уникумы сами по себе. Но в то же время мы не можем как бы тоже рассчитывать на уникальные какие-то моменты. Ну, это другое, давай, Маша, дальше подними. Здесь вопрос по этим, по, 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 так, подожди, так. Так, физические лица, признающие устав, ну, это как бы критерии. Адрес я поставил, вот этот надо, какой-то адрес переписки, будет какие-то другие соображения, ради бога. Выше. Территориальная сфера деятельности, по вашей рекомендации, посмотрел, так сказать, измышления в законе, да. Территориальная сфера деятельности организации определяется местоположением их членов. Нет, сейчас, секунду, 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 секунду. Вы не забывайте, что это без права юридического лица, а организация без права юридического лица не может создавать ни отделения, ни представительства, да, ни филиалы, ничего. Более того, вы говорили там о юридической очистке, у нас юристы смотрели, нет правовых каких-то нормальных форм для определения, что же такое общественное лицо без права юридического лица. И поэтому компилируют кто во что гораст. И в этом плане, в этом плане, не имея печати, расчетного счета и госрегистрации, вы никогда не зарегистрируете ни филиал, ни представительства, ни отделения. Вы можете реализовывать свою деятельность только через членов организации. И вот если они живут или будут представлены в более пяти субъектах федерации, мы назовем это, может быть, общероссийское. И то все против, ибо, да, слово Россия, это требуется уже совсем другая норма. Поэтому я сторонник того, чтобы просто назвать, ну, Юрий Николаевич, просто назвать это общественная организация, а жизнь покажет, так сказать, какая она региональная, местечковая, районная, так сказать, городская или межрегиональная. Значит, принципиальным вопросом, вот это ниже, значит, является конференция, которая собирается не реже два раза в год. Мы так динамично живем, было сначала пять лет, потом три, потом, кажется, Олег Александрович Лавров сказал, ребят, ну, вот два года. Одним словом, я ввел два года и для конференции, раз. Для полномочий президента два года, два, и третье, собирается президиум в каком-то виртуальном пространстве не реже одного раза в квартал, вот. А перевыборы всех и вся через, ну, скажем, минимум два года. Более того, Лавров, это вошло туда, Лавров или еще кто-то, а, вот вы, кажется, да, Павел? Да, и вы написали о том, чтобы иметь право досрочного созыва конференции, вот я там написал, одной трети, одной трети членов достаточно для того, чтобы создать любую неочередную конференцию, или, там, не знаю, больше половины членов президиума, они могут поставить любой вопрос, ну, нормально, открыто, демократично. Вот это было, Дмитрий Мамас, давай выше еще, быстренько, подыме, и вот там таких особых нет. Я думаю, это правильно. Здесь, вот еще, создают корреспондентские пункты при территориальной группе членов организации. Вот подсказали юристы, корр пункта, да, вот, пункт, как корреспондентский, он не связан ни с какими нормами территориальной регистрации, но, вот, есть корр пункт, да, выдали ему, так сказать, бумажку, вот, ты будешь корр пунктом, там, там, условно, в Кемерове, так сказать, да, вот, поможете в своих, о твоих делах на уровне Кемеровской области, чтобы продвигать свои, ради бога, так сказать, мы это тебе подпишем, но нигде, естественно, регистрации никакой не будет. Но некоторым необходимым, прошу прощения, в том же Кемеровской области, есть соответствующие комиссии, общественные советы, связанные и с образованием, и с общим, и профессиональным, и технологиями, и инновациям, и так далее. Им нужен какой-то хотя бы минимальная поддержка, и какой-то, ну, так назову, полуофициальный статус, да, для того, чтобы участвовать в заседании комиссии, пытаться понять, правильно они или неправильно двигаются, раз, и, во-вторых, имея вот такой статус, даже, можно над ним пошутить, как корреспондентский пункт, они могут обратиться к нам, профессиональному сообществу, где бы мы дали, допустим, рекомендации для, на той же комиссии, почему-то, в этой же Кемеровской области, вы понимаете, да, вот, и есть на какой-то момент, да. Не корреспондентский, а представительский. Представительство и филиал – это категория Гражданского кодекса. Любая прокуратура, она определяет только то, что записано в Гражданском кодексе. Корреспондентского пункта – это и средства массовой информации, так сказать, это, как бы, перешло, может, и в законе о средстве массовой информации есть до сих пор, но они не носят такого серьезного, да, серьезного юридического значения. Вместе с тем, мы, создав общественную организацию профессионал ДО, я по большому счету могу предположить, что кемеровские коллеги, они могут создать свою региональную общественную организацию в тех же кавычках и с тем же названием профессионал ДО, связанной с нами по линии, так сказать, там, партнерских, договорных и прочих-прочих отношений. Вот им, порой, в большей степени нужна вот такая поддержка с тем, чтобы с чиновниками и власти, приезжающими, говорить, так сказать, выпукло о своих проблемах. Создает какой пункт у нас еще выше? Вроде там так, что такое, да. Ревизор избирается на два года. Ну, читали, смотрели. Для создания организации без права юридического лица нужно три человека. Эти три человека, они обозначены, понимаете, это президент, исполнительный директор и ревизор, понимаете. Вот нет даже финансово-хозяйственных отношений, нет взносов, но ревизор должен быть. Это как бы пожелание, я не знаю, расчетного счета нет. Расчетного счета нет. Так, да, все там, да, в желтом все кончились, наверное, там, да, ну, больше нет. А так, в принципе, была хорошая работа проведена и, да. Но, наверное, все равно, в том числе 14 статье закон о общественных объединениях, да, здесь написано, что территориальная сфера деятельности российских общественных объединений. В акции создаются и действуют общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. И дается четкая классикация. Никаких других видов общественных объединений в с юридическом или без юридического лица не приводится. Поэтому мы должны как бы определиться, принять. Какой же мы все-таки объединены? Если мы межрегиональные, то понимаете, что должно быть филиал. Для регистрации филиала необходимо, чтобы в регионе было, как минимум, три учредителя. Нет, мы филиал не можем создавать. Я понимаю, но на той территории у нас может находиться, допустим, три учредителя. Ну, например, Краподаров и Крайвер, Атонская область. И вот, если в каких регионах наберется больше половины, можно назваться межрегионами. Или общероссийскими. Нет, если больше половины субъектов, это общероссийская. И порядок определенно указан, да, где Россия и производные. А второй, если меньше 50, это межрегиональная. Значит, мне юристы сказали, вы можете сейчас придумать все, что угодно. Вы все равно не потащите этот устав, органы Министерства юстиции, да, где вам, так сказать, плешит по каждому пункту в соответствии с законом. Если вы дорастете до статуса юрлица и поймете, что она будет самоокупаемая, надо бухгалтеру там тысячу платить, да, и этому содержать. Это большая забота. Юра, сейчас, секунду, да. Вот тогда вы регистрируете, и тогда вы получаете совсем новый устав несете, совсем другая, все по новой, понимаете. Сейчас пока нет юрлица, вот, в принципе, вы должны здесь просто несколько нового выполнить. Это граждане России, это собрание, протокол должен быть, это голосование за создание, и три, минимум, члена, минимум три и три должностных лица. Президент, исполнитель, директор, ревизор. Все. Больше, да, и можете иметь штамп, не печать с госрегистрацией, а штамп какой-то, бланк можете иметь, что угодно, так сказать, да, но только это. Поэтому я, вот, писав сюда, что территориальный статус, или что там, организация определяет членов, я даже не знаю, так сказать, да, что после нашего собрания, кто останется членов из каких регионов. Будем ли мы создавать там корреспондентские пункты, или еще что-то, понимаете. Кому-то надо, кому-то не надо, кто-то боится, понимаете. Ведь кто-то не принял участие, да, только из-за того, что он боится, как бы его не признали, так сказать, на территории какого-то субъекта, инакомысящем, против, там, или еще что-то такое. У нас к общественным объединениям сами, понимаете, какое отношение, особенно в последнее время. Я сторонник, обозвать ее общественной организации, жизнь покажет. Толчок муку покажет. Уважаемые коллеги, покажите, Юрий Николаевич, покажите, пожалуйста, вот результаты голосования по уставу. Оно шло тоже до 12 часов. За 90 воздержался 3%, 1 воздержался, замечание предложения 2%. Уважаемые коллеги, я полагаю, вот кто, значит, здесь возникает вопрос, что, конечно, 90 учредителей я проголосовал только 28, тоже, так сказать, да, может, нас только 28 останется, я не знаю, понимаете, что будет на следующий день, ну, кто станет членами. Кто станет членами. Это тот... Василий Иванович, я думаю, что здесь надо поднимать вопрос по-другому, что если у нас 70 дети, мы это приняли в качестве учредителей, мы решение принимаем, осуждаемые организаторы, с месячными голосами, значит, сейчас надо полного объявлять... Вычеркиваете, всех тех, кто на вашу 70, и объявлять голосование, ну, например, определенную, там, можно, не знаю, там, неделю или две, да, примерно, с обязательным участием всех учредителей. Потому что 28, да, это меньше половины, меньше большинства, то есть устав не принимается. Значит, все остальные... Василий Иванович, они не воздержались. Они не воздержались. Пожалуйста, пожалуйста, Ваше мнение. Надо просто продолжить эту работу, иначе мы опять рухнем и еще будем собираться... Пожалуйста, Ваше мнение. Ну, мое предложение принять результаты голосования за основу с учетом предложений, да. Василий Иванович, вы нас слышите? Да, Юрий Николаевич, скажите. Я хочу еще раз поинформировать, что при начальной стадии, когда заполняли анкеты, они в количестве 75 человек, или 95% от тех, кто пожелал принять участие, они подтвердили, что знакомы с проектом устава и готовы принимать его участие в обсуждении. То, что они не все приняли участие в обсуждении, это не означает, что они от него отказывают. Мы готовы принимать проектом устава и готовы принимать... Это просто, что на курсе, но обратите внимание на час. 42 человека вместе с как правило, и участниками, в принципе, если мы голосуем, то все за. У нас получается 42 голоса за. Это больше половины. Все. Все. То есть, на курсе нужно включать, нужно спросить у людей, которые в чате. Если кто-то против, пусть в ближайшие 3-5 минут напишут крупно против. Если голосов против не будет, все, мы считаем, что с 42 голоса мы имеем моральное право завести протокол. Потому что продлевать – это бессмысленно. Сетевое общение – это не то, что точно. Мы никогда не соберем толпу, там, повышен процент. Вот собрали, вот, бессмысленно, слава Богу. Ну, вообще, ну, по большому счету, это решение. По крайней мере, 29 плюс 14 – это уже больше половины, и все решения большинство. Значит, Юрий Николаевич, учитывая это мнение, значит, мы здесь попытаемся привести по голосованию. Вы же, вот, в виртуальной среде, пусть там коллеги напишут только одно, кто против устава, пусть они напишут против устава, допустим, да? Одно слово. Я же в очной фазе предлагаю, вот, так сказать, проголосовать, кто за такую редакцию устава. Прошу поднять руки. За. Против. Против. Так, ты против, что ли? За. А, за. Воздержался. У нас, коллеги, полное единодушие, значит, переходим к следующему вопросу, да, о сети, Юрий Николаевич, вы там посчитаете. Считаю. Следующий вопрос – это манифест. Некая такая, значит, конструкция из больших там целей и так далее. Это не является обязательным документом, но мне было приятно, что в большей степени манифест обсуждали, поскольку он как бы чисто профессионально интересен и дает как бы возможности посмотреть, вообще ради чего эта организация может быть создана. Маша, ты его выделил, я здесь внес где-то, может быть, 7-8 предложений, выделив желтым фоном, но могу сказать, что кто помнит, он отменен сейчас. Это федеральный закон о высшем и послеводском профессиональном образовании. Его отменили слистью принятия нового ФЗ образования в Российской Федерации. Но там был один изумительный, так сказать, пункт, кажется, 4-й, 20-й, по памяти, 4-й, 20-й, был изумительный пункт. Это для высшего и послеводского профессионального образования. Каждый преподаватель имеет академическую свободу на трактовку содержания и организацию учебного процесса. Один был пункт, понимаете, и этот пункт, он шел в жестком диссонансе со всеми этими административными вариантами организации учебного, мониторинга, всеми в голосами, он шел в дикое противоречие, понимаете. Прокуратура не могла разобраться, как на него реагировать, но это в законе написано, поэтому она принимала сторону закона, когда решался вопрос о каких-то санкциях, исходя из нормативно-правовых актов, ну, каких-то исполнительных органов. Понятно, да? Любой прикрывался этим, этого пункта не стало. Вот по большому счету манифест, он, вот в моем понимании, это свод неких таких позиций, которые фиксируют вот именно возможность, необходимость вот такой академической свободы для каждого из преподавателей, который желал бы заниматься инновационными технологиями, раз. Во-вторых, никаких форм очного и заочного жестких законодательных служеб в мире-то нету, они все смешанные. Понимаете, вот возьмите любой университет из 20-ки, вы не поймете очное или заочное там обучение. Там выдают литературу, надо вот столько читать, он подключен к библиотекам, к вебинарам, приходит на семинар. Семинар ведет бывший министр, да, лекцию может прочитать ассистент с последними фокологическими, там, такими статистическими данными. То есть, здесь нет таких уже давно. Мы же фиксируем, мы же хотя бы минимально двигаться к тому, что хотя бы форму дистанционного обучения, месли бы закон, но пойдет на это власть придерживающих, я не уверен. Очное обучение – это отсрочка от армии, заочное обучение – это учебный отпуск, оплачиваемый рабочий отдателем. Пока вот эти две коровы у нас существуют, вот в моем понимании никакого движения не будет. В манифесте очень активно участвовали человек 10 по памяти. Такой вариант получился, который можно публиковать, распространять и так далее. Юрий Николаевич, есть результаты одобрения или голосования по иммунитетству. Да, Василий Иванович, коллеги. Было всего три подзывающих проголосовать. Мы не воздали обязательное голосование каждого, хотя просили. Тем не менее, те, которые приняли участие в голосовании, 97% проголосовали за и три воздержалось против, никого нет. Понятно. Я предлагаю тот же принцип реализовать, проголосовать за него здесь, в вочной фазе. А кто не согласен в виртуальной среде, пусть напишет против. Кто за принятие такой реакции, манифеста нашей организации? За. Спасибо. Против? Против? Нет. Воздержавшиеся? Василий Иванович, удаленные участники все пишут за. Это тоже пропакалирует. Коллеги, мы переходим к другой части повестки дня, которая была сам по себе более интересна, чем уставку. Это выборы президента, президиума. Да. Выборы президента, президиума. О выборах президента. Юрий Николаевич, сообщите, как была построена работа, как выдвигались кандидатуры, до какого, так сказать, там, даты, числа, времени, да, происходят процедуры. Сейчас вопрос. А выборы президента в честной организации? Выдвижение кандидатов-президентов и предвыборные дебаты в соответствии с проектом устава, который был предварительно одобрен нашими коллегами в режиме мягкого голосования, было решено, что каждый желающий, кто изъявил желание быть учредителем, также может стать и кандидатом в президенты и поучаствовать в выборах. При этом выдвигались программы, сейчас не буду их озвучивать, многие их уже читали, рассказывались, представлялись автобиографические данные и другие. И все коллеги, кто желал, могли задавать вопросы. Вот у Василия Ивановича больше всего было откликов, но это были не дебаты, это были реплики «За», «Знаю», «Поддерживаю». Тем не менее, мы такую форму зафиксировали и до сегодняшний день присутствует четыре кандидата в списке. Первым подал Василий Иванович, потом, по-моему, я, потом Александр Сергеевич и Валерий Евгеньевич уже в последний момент написал, мы тут же внесли коррективы, там были технические некоторые накладки, но мы уважаем Валерия Евгеньевича, естественно, многие мы его знаем. И он также был представлен со своей программой в этом списке. В результате того, что Валерий Евгеньевич оказался в этом списке позже, а процедура голосования за кандидатов-президентов уже шла, мы получили следующие объективные результаты. Вот мы видим, что 48 человек проголосовало за первых трех кандидатов и затем 24 человека проголосовало также еще и с учетом нового кандидата Валерия Евгеньевича. Можно по-разному смотреть, но если смотреть на статистику по отношению к числу отданных голосов, то статистика говорит, что из того количества, которые приняли участие в голосовании за весь период голосования, наибольшее количество голосов, 54%, набрал Василий Иванович Солдатин, что было выполнено в анонимном режиме, без всякого нажима. Я только периодически из системы рассылал напоминания, просьбы. Система позволяет отфитровать те, кто не проголосовал, но им предлагалось проголосовать, отдать свой голос с учетом Валерия Евгеньевича. Голосование продлевалось с учетом того, что два, по моим сведениям, человека увидели, что время на сервере не то. Мы тут же с Василием Ивановичем приняли решение продлить голосование. Оно закончилось сегодня в 13 часов по московскому времени, о чем тоже я делал рассылки, что мы продлевали. На втором месте уже не важно, кто это, Белонушкин, на третьем Александр Сергеевич, 23% от общего числа проголосовавших, и, Валерий Евгеньевич, 21% от общего числа проголосовавших. Пункты против, воздержался. Александр Сергеевич, мы видим эти цифры, давайте мы их обсудим. Обсудим цифры. Обсудим. Значит, здесь уже обсуждение началось. Каждый из учредителей имел право за любого голосовать человека в этом списке. Правильно? Правильно? Да. Да. За любого. Те, которые получили мандат, не за... Да. Это, ну, по крайней мере, вы меня убедили в том, что это демократично, что он может выразить мнение по каждому человеку, да, против или воздержался. Так было. Поэтому у нас проценты как бы не сходят общие по голосованию. Да, пожалуйста. Я не знаю, что он, Валерий Николаевич, сказал, что Валерий Николаевич, вновременно он был заседать. Он уже последний год, через какой-то снег. Я не знаю, слышал ли он. Я не слышу вопроса, повторите. Я не слышу вопроса, повторите. Какой? Значит, вот это... Факт произошел уже. Факт произошел еще. Вадим, что сейчас? Переапределяйте лучше эти проценты. Нет, все. Голосование... Все видно. Голосование произведено. Корректно, некорректно, в следующий раз мы можем голосовать по-другому, потому что, на мой взгляд, результат получает странный. Все, при всем уважении к Юрию Николаевичу, сразу ждет из-за вопроса с Василием Ивановичем. Ну, в чем он? Я расскажу лично. Это, ну, не знаю, Мерседес, Жигуляния, конечно. Не то, и в автомобиле, не то, и в профессионалы. Ребята, при всем уважении. Вот здесь то, что не за одного, вот в этом находится... Нет, в этом находится подруга. Вот. И вот этот подруг оказался на то, что проценты оказались похожи. И что было за одного, мне кажется, все стало бы на свои места. Ну, можно. Я не буду ставить, как сам. Правильно. Ну, Ваше мнение какое? Я не знаю. Так, пожалуйста. Так, Ваш. Вы. Вы. Я не слышу вопрос из зала. Можно микрофон дать? Как происходило голосование? Опять же, сумма голосов не сходится на 100%, не выходит. Уважаемые коллеги, я прошу обратить внимание, что когда мы видим число 48, это число проголосовавших за данного кандидата. В нашем случае Василий Иванович из 48 проголосовавших за него получил за 54%. Цифры эти есть. Если последовательно посмотреть на остальных кандидатов, то видно, что из 48 проголосовавших за кандидатуру Александра Сергеевича отдало 11 человек или 23%. Я думаю, дальше продолжать нет смысла, тут все понятно. Мы считаем только за. 80 человек, это 100% распределяется. Не по вертикали, а по горизонтали. Валерий Евгеньевич, 24. Ведь он за одну минуту до окончания. Ваши предложения. Какие правила? Любое собрание предполагает свободное выдвижение любой кандидатуры, которая является мандатом. У нас со списка и голосуют. У Вас, Артем Николаевича, отличается кандидатом на два голоса. Это второй тон или так? При этом не заявлено за него, это большинство голосов. 26 человек, это не большинство. Ну, 48 это большинство. 48 в целом, да. Но 26 это не большинство голосов. Когда предложение, когда, 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 делим, на 4, общая числая, или как? В москве Собянин вообще был избран 20% москвичей. Кто пришел, и кто не пришел. Я не могу, если бы не надо, порагивать себя. Предлагаю, первое, серегон. Второе, в это время, мы зеленые думают. И потом мы, в это время, зеленые, голосуем. Каждый, только за одного человека. И тогда время... Отлично, отлично. Вот, мы сегодня подведем черту. Отчет, откладывают как... Все это нельзя. Давайте там, в новом году, или там, посевной, осевной. Вот, с вами что-нибудь. Так, так, отличное предложение. Сколько даем? 15 минут хватит перекурить в кофе попить. В этой поры обдумать... 5, 2, 5. Давайте 7 минут. 5, 4, 3, 15. ...сети профессионального сообщества, как открытого, публичного, да. Все-таки предполагает перенесение практически всех вопросов в виртуальную сферу, где мы можем в отложенном времени обо всем договориться, либо не договориться. Но это собрание, учредительное, да, оно имеет статус такой некий такой конституирующий, да. И в этом плане прозвучала такая мысль, что здесь присутствует... 14, как я понял, все, и там присутствует. 27, был 29, да. То есть, по сути дела, это больше половины тех, кто зарегистрированы. Мы вполне полномочны провести голосование, там, подняв руку или отметив, там, да, нет, вот, виртуальной сфере, и тем самым оформить это протоколом. Если что-то нам не удастся, ну, можно перенести. Но я бы не стал переносить. Нам нужно, как бы, вот, оправдать кредит доверия, кто нам поверил, так сказать, да, всем нам, да. И мы все собрались. Вот я знаю, вы даже с Питера, да, значит, с Аказии пролетали, к нам зашли на огонек, да, специально. Поэтому вот поступило такое предложение от Сергея Львовича проголосовать, значит, за ту или иную кандидатуру. В листе ожидания они все четыре кандидатуры есть. Если есть, кстати, по демократическим нормам еще какие-то кандидатуры, ну, тогда никто не возбраняет их вводить. Я так понимаю, да, значит, когда у меня вот такое предложение проголосовать. И первое, значит, мы оставляем эти четыре кандидатуры или будут добавления еще? Есть какие-то предложения по добавлению? Значит, тогда мы подводим черту, ввиду того, что было достаточно времени и было продление для самовыдвижения, опубликования программы. Больше по состоянию на 13 часов сегодняшнего дня ни один из присутствующих не выдвинулся в качестве на выборы кандидатом от президента. Мы подводим черту. Кто за? Против? Выдержался? Юрий Николаевич, пожалуйста, вот так же, где-то виртуальная сфера, надо понять, наши коллеги поддерживают список из этих четырех, оставить для голосования на выборную должность президента. Если кто против, пусть они выразят свое мнение и, может быть, добавят, мало ли там у кого какие-то соображения. Значит, это первый этап, смотрим и на это голосование. Вы подсчитайте потом те голоса, которые в виртуальной сфере, вам проще, у вас экран перед рукой. Каким образом мы проведем голосование? Голосование по каждой кандидатуре, по идее, надо голосовать. Кто за, против, сдержался или просто за? Давайте эту процедуру. Я думаю, не так. Надо в чате, пусть каждый из виртуальных напишет одну фамилию и секретарь вам потом озвучит процент. А вот точно мы будем по очереди называть фамилии, голосовать руками, грубо говоря. Да, имея в виду, что мы должны оставить свой голос за одного из четырех. И голосуем один раз за кого-то. В виде за. Если он за этого, значит, по другим он, по сути, воздержался. Ну, все равно, ровно так же, как бы было время, на время голосования, сухаяся, не видели того, чтобы не было. А какая разница? Вы видите, за кого я поднимаю руку? Какая разница? Вы видите, за... Вот, крест, вы, как, знаете, там, вот такой голосовый. Вот такой голосовый. Нет, открытый голосовый объект. Юрий Николаевич, мое мнение следующее. Мы объявили нашим коллегам, что официальное голосование за кандидатов в президенты должно закончиться до начала учредительной конференции. Многие из присутствующих в зале могли уже проголосовать. Мы не можем допустить двойного счета. Мы можем сейчас только утвердить протокол открытого, точнее, анонимного голосования, который виден на экране. Или надо полностью все отменять и голосовать заново, что я уже, извините, я против заново повторно голосовать. Спасибо. Так, значит, поступило два предложения. Значит, предложение Сергея Львовича проголосовать, имея в виду удаленное и очное участие, где больше 50... Абсолютно. И может посчитать любые эти голосования формой мягкого, рейтингового, да? Это ведь мягкое рейтинговое голосование, могу вам... Вот выборы Московской Государственной Думы, которые было недавно проведено. Партия Единой России для включения своих кандидатов в списки, вот, по Москве, да? Оно среди них провело мягкое рейтинговое голосование. И тот, кто занял, он, условно, там, не помню точно, первые 10 мест, они были включены уже в список настоящего голосования со всеми процедурами. Поэтому, учитывая то, что мы в Москве находимся, есть такой опыт, вполне легитимный, мы будем считать, я здесь поддерживаю Сергея Львовича, что вот эти результаты и эти кандидатуры, они фактически были результатом такого мягкого рейтингового голосования среди учредителей. Но кто-то принял, кто-то не смог принять участие. И в этом плане учредительная конференция, или вообще конференция, это высший орган, который может голосованием, так сказать, любой вопрос поставить, любой вопрос обсудить и проголосовать. Вот. При этом есть досрочное голосование, о чем Юрий Николаевич говорит. Досрочное голосование, оно проходило теми коллегами, просто у меня есть масса писем, которые, так сказать, не могу принять участие что-то там, вот, я отдаю голос туда. Здесь возникает вопрос, считать ли это, скажем, его голос за чью-то кандидатуру, либо считать то, что он просто тоже, мягко, так сказать, да, рейтингово определился в то время, в какое он смог принять участие. Вот два вопроса. Я сторонник поддержать Сергея Львовича, вот, это демократично, это понятно, и это мы сюда пришли не просто, как бы, вот, проголосовать за результаты, которые были на сайте. У нас здесь находится 27, здесь 14, 15, да, вот, человек, и мы правомощны решать любой вопрос. Я предлагаю поставить на голосование вопрос о процедуре голосования, слияние результатов очного и удаленного голосования. Кто победит, тот и президент. Значит, комиссия будет в лице, в моем лице здесь посчитать голоса. Юрий Николаевич, я прошу вас посчитать эти голоса в виртуальной сфере. В виртуальной сфере нет таких формулировок, как за, утвердить протокол и все прочее. В общем, каждый из 26 участников, спасибо, что они, так сказать, не ушли, из четырех фамилий указать свою, фамилию своего кандидата, вот, и тем самым отдать этому кандидату свой голос за. Мы же проголосуем здесь, я возьму, так сказать, нужно учесть еще 27-го Крепского, который написал, что у меня срочно идти Иванова, я отдаю свой голос за солдат. Он там был, да? Он был, да. Юрий Николаевич, там Крепского, упомяните его. Крепский там проголосовал уже в Департтоне. Учтите мнение Пензюков. У меня отец из Пензы, поэтому я знаю, как их зовут там. Уважаемые коллеги, значит, я думаю, вполне справедливое решение. Мы будем голосовать в том порядке, в котором, так сказать, чисто они вот расположились здесь по списку. Смотрите вы на рейтинговые, не рейтинговые. Первая кандидатура идет Белоножкин, потом идет Молчанов Юрий Николаевич, Молчанов Александр Сергеевич, Солдаткин Василий Иванович и Бочков Валерий Евгеньевич. Есть другие предложения по очередности? Нет. Подумайте, взвесьте, и я начинаю процедуру голосования. Кто за то, чтобы избрать президентом общественной организации профессионалов дистанционного обучения Белоножкина Юрия Николаевича? Прошу поднять руку. Раз, два, три, три, три за. Юрий Николаевич, считайте там, смотрите, кто там что пишет. Белоножкин, три за. Кто за кандидатуру Молчанова Александра Сергеевича по выборам президента общественной организации профессионалов дистанционного обучения, прошу голосовать. Кто за? Там еще пишут. Раз, два. Вы за кого голосуете? За кого? За Исаеву. Подписано? О, значит, три. Боже, что ли? Я так представляю. За Александра Сергеевича три. Вместе с Исаевым. Так, я-то нет. Тогда переголосовываем. Кто за то, чтобы избрать Молчанова Александра Сергеевича президентом общественной организации? Прошу поднять руки. Алло. Две. Так, вы там смотрите. Третья кандидатура – это моя кандидатура. Прошу выразить ваши отношения. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Правильно я посчитал? Девять. Девять. Кандидатура Бачкова Валерия Евгеньевича. Кто за избрание Бачкова Валерия Сергеевича президентом общественной организации? Прошу подголосовать. Кто за? Раз. Вот такая странная данная Исаева. Она, которая повторяет, подголосует всех, за кого голосуют. Она что, не подголосовать? Голосовать нужно за одного. За меня можно? За лием оператора. Нет, один раз голосуют. Нет, Семенович, писает. Голос Исаев. А, это другое дело. Это за кого? За Бачкова Валерия Евгеньевича. Результаты нашего голосования. Белоножкин Юрий Николаевич 3 за. Молчанов Палисан Сергеевич 2 за. Солдаткин Василий Иванович 9 за. Бачков Палис Евгеньевич 2 за. Вот наши результаты голосования. Исаев Ивановича, там добавился вот еще от Андропова голосовать за меня. Я пока голосовали. Итого 4 за меня. Нет, больше кандидатур мы не вносим, вы говорите, Андропов. Здесь только за 4 голосуют. Вы там посчитайте эти голоса. И давайте их сочлиним. Я другое говорю. Пока голосовали, добавились еще за Белоножкина 2 кандидатуры. Так, кто видит? Вот видите, подкар Семен Борисович, Андропов. Мы неправильно голосуем с нашими удаленными участниками. Надо фамилии писать, а не слово «за». Получается непонятно, как рассчитать. Мы правильно голосуем. Вы напишите, чтобы все написали только одну фамилию. Только одну фамилию. А вам нужно посчитать. В ведущих собраниях, что значит администрируете, если надо писать фамилию, а не слово «за». За кого написал Худинов Владимир, я не вижу. Администрируйте сами. Надо фамилию вносить. Вот о чем я говорю. Как тут можно еще администрировать? Уважаемые коллеги, кто меня слышит, кто принимает удаленное участие в очередной конференции? Решением было принято очно-виртуальное голосование, когда результаты очного голосования складываются с результатом виртуального голосования. Вы, в данном случае, голосуя за тульную кандидатуру, должны написать только одну фамилию из списка четырех. Из списка четырех. Эти фамилии известны. Белоножкин, Молчанов, Солдаткин, Бачков. Каждый из вас должен написать только одну фамилию. И мы ждем, пока вы это не сделаете. Кроме Крепского, как я помню. Крепский уже где-то написал там. Да, Крепский раньше написал за солдат. Так, а вы там просто посчитайте, а мы что? Мы перейдем к следующему вопросу, коллеги. Давайте дождемся. Тогда может быть список сейчас с самого начала. И просто, Сергей Юрьевич, называешь там, значит, какая фамилия, я пишу эти, потом посчитаем. Василий Иванович, открыт опрос специально. Да. Я предлагаю дать время переголосовать удаленным участникам. Иначе я статистику не соберу. Сейчас на экране виден результат опроса. Прошу дать еще две-три минуты. Это что за опрос? Это опрос... Это где опрос? Он виден сейчас на экране для удаленных участников. Нет, вы сейчас сайт уберите, он не нужен, не мешаете, как бы вот... Это не сайт, это это самое. Чего? Беремый аппарат того самого. Мерополиса? Мерополиса. Это официальный документ, опрос. Потому что в чате собрать статистику, когда пишут Белоножкин или солдаткина по три раза, один и тот же человек, будет неправильно. Через минуту я остановлюсь на опросе и мы увидим точную статистику для удаленных участников. Уважаемые удаленные участники, вам остается еще 30 секунд и я закрываю опрос. Именно специально для вас. Просим проголосовать. Удаленных участников проголосовало 5 человек сейчас. Остальные 26 пока не проголосовали. Просим всех проголосовать удаленных. Если вы здесь с нами. Здесь нас голосовало 15. Удаленных участников проголосовало на данную секунду 13 человек. Прошу еще 10 секунд и я останавливаю опрос, чтобы его всем убили. Он включил компьютер и пошел там своими делами заниматься. Это кстати очень выгодно. У нас идет эксперимент. Но это кстати опыт великолепный. А мне вспоминается фильм про Хиндиада. Помните там главный ролик. То, что там был не Леонов, а этот. Я вообще тетя, как это артист. Калягин, да. Повесил свой пиджак утром на работе и ушел. Все знают, что он на месте. Сергей Иванович, разрешайте опубликовать опрос удаленных участников. Я предлагаю остановить опрос и принять его. Останавливать? Участники, ответьте пожалуйста на опрос. Это важно для статистики. Все, кто здесь присутствует. Ну давайте посчитаем, что остальные воздержали. Что делать? Ну, логично. А то мы будем говорить. Кто хотел, тот отдал свой голос за кандидата. Значит, а остальные глубоко задумываются. Не знаю, кандидата, какой кандидат будет. Или им до лампочки вообще кто будет. Может быть до лампочки. Может быть. Мы же только собираем голоса за. А кто-то воздержался. Окей. Значит, список остановлен. Я докладываю вам результаты. В очном голосовании принимало участие 15 человек, включая по доверенности от Исаева Сергея Николаевича. За кандидатуру Белоножкин 3 человека. Учредителя Замолчанова Александра Сергеевича 2. Солдаткина Васильевна Ивановича 9. Бочкова 2. Валерия Евгеньевича. Итого 15 голосов. За виртуальном пространстве. За Белоножкина 4. За Молчанова 2. За Солдаткина 5. За Бочкова 1. Ну, может он посчитал. Он же не участвовал. Итого, значит, первое место Солдаткина я прессует 14 голосов. За каждого кандидата. Белоножки Юрий Николаевич 7 голосов. Молчанов Александр Сергеевич 4 голоса. Солдаткина Васильевна 14 голосов. Бочков, Валерия Евгеньевич 3 голоса. Значит, большинство отданных голосов при остальных воздержавшихся, значит, кандидатура моя. Василий Васильевнович, поздравляю. Я. Василий Васильевнович. Все, прошу тогда утвердить. Ну, вот вам демократия, так и будем, так сказать, это. Значит, коллеги, у нас и другой еще вопрос есть для голосования, ну, помимо ревизора. Вот, что касается ревизора, конечно, темное дело. Ну, может быть, вот, я не знаю, здесь даже кандидатуру трудно набрать, это уже точно, так сказать, да, и не за деньги, и ревизировать нечего. Вот, я даже не знаю, как, кого просить быть этим ревизором, ну, может, до этого дойдем. Но, тем не менее, в уставе было прописано управляющий орган, который между конференцами, теперь между этими, в рамках двух лет избрания, президента и президиума, президиум руководит своей, со своей текущей работой в организации, тут уже язык начал заговариваться. Президиум кандидатуры и направления были нами, опять же, мягким рейтинговым голосованием, мягким рейтинговым голосованием, опубликованные на сайте ассоциации, там шло их голосование. При этом я могу объяснить свою позицию до истечения практически времени вхождения туда Азад Домировича, ну, я его, правда, знаю давно, но не это главное. Он обратился с просьбой, она была публично зафиксирована, значит, в социальной сети, что он желал бы вести направление в рамках, там, эстетического, художественного воспитания и так далее, имея в виду не только свой опыт, свои знания, но имея, так сказать, большую массу своих сторонников, которые он попытается привлечь к работе в нашей сети и к работе в нашей организации. Поэтому, когда такое предложение поступило, мне, как представителю комитета, Юрию Николаевичу, мы приняли решение, хотя уже там где-то проголосовали, ввести его по этому направлению в состав президиума, и шло соответствующее голосование. Потом на каком-то этапе проснулся Бочков Валерий Евгеньевич, и за одну ночь, где-то пол первого, пол второго ночи, насколько я помню, да, кого он знал по справочнику, хуис, ху, он всех написал туда, и, соответственно, тоже какое-то голосование шло. В уставе, который является самым демократичным, было разное квотирование состава президиума, но мы остановились на том, что не менее семи. Но когда не менее семи, то возникает вопрос, что больше семи – это более конференции, которые может предложить. Но с другой стороны, значит, мы можем на всех членов нашей организации записать вице-президента, так сказать, да, вот, и будем, так сказать, здесь написать письма на родину. Какое в этой связи возникает вот у меня предложение? Предложение – это, значит, по уставу кандидатуры вице-президента вносятся президентом. Вот, если вы там устав, там пункт какой-то, пункт какой-то, да, вот, но он в уставе прописан, и здесь правильно ставился вопрос о том, что, я не скрою, все эти кандидатуры, которые представлены в первых, там, вот, так сказать, да, значит, я их лично знаю. Вот, из кого-то я лично не знаю, я пытался выяснить о нем все, знаете, кто он, что он, так сказать, да, ну, многих я, соответственно, знаю. И я выношу вот предложение включить в список голосования вот те кандидатуры, с которыми вот мне придется работать, ну, в ком я, так сказать, по крайней мере, на сегодняшний час не сомневаюсь. И есть от них принципиально от всех согласие, согласие работать. Мы должны прекрасно понимать, что у каждого из нас много дел, понимаете, вот я могу только, вот еще раз повторяю, где-то до часу ночи переписки где-то быть, вот, отрывая там от семьи, и в субботу между парной, так сказать, заходами, я пять с половиной часов парюсь обычно, вот иногда там, так сказать, могу что-то набрать. А так, конечно, дело не про вороты, семья еще есть. И это когда человек говорит, включите меня, я буду этим заниматься, в этом, конечно, есть и желание, возможность и ответственность, вот я в моем понимании. Ведь через три месяца, когда будет проводиться президиум, мы спросим, так сказать, от тех коллег, которые выразили желание, ну, а что ты вот, ну, сделал хотя бы за три месяца, да, ну, вот, давай-ка публично там нарисуй, так сказать, программу там, или что ты сделал, добрые дела там, или одно дело какое-то. Понимаете, здесь ведь есть своя, так сказать, форма обратной связи. Я хотел бы в данном случае, пользуясь уже своими правами, Юрий Николаевич, вот Маша, вот этот, где список был мягкого рейтинга у голосования, а, вот этот, да, вот этот список, да, Юрий Николаевич. Я бы хотел бы вашему вниманию предложить вот этот список, и там был еще один, Маша, ты ее присылал там вопрос? Юрий Николаевич, вот где было мягкое рейтинговое голосование, да, вот, выше, 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 вот, смотрите. Ну, коль скоро, так сказать, я по должности буду ходить в президиум, я за собой оставлю нормативно-правовое обеспечение, так сказать, одно из тех направлений, которые мне нравятся. Дальше идет Юрий Николаевич, методик электронного обучения, честно говоря, это я вписал, рекомендовав его в состав, рекомендовав, но направление он, наверное, поправит, мы с ним уже об этом говорили. Андреев Сансанович, да, многие его знают, лично с ним переговорил, и ввиду своей загружности, это мой старинный коллега, лет 20, мы с ним идем по жизни, книжки вместе писали. Вот, он дал согласие курировать электронную педагогику, завести электронную страницу и попытаться, так сказать, свое мнение по многим вопросам вывянуть. Дальше, Дмитрий Львович Кречман, да, который, так сказать, согласился курировать некие вопросы российского и Ленинг, это ради бога, здесь у нас как ВТО, да, ВТО, кстати, действует, принцип технологического нейтралитета, да, есть Мудлеры, есть Кречман, понимаете, вот у него там, может, свое, так сказать, понятие, это, так сказать, да, по оболочкам, ради бога, ради бога. Вот, более того, как-то еще Юрий Николаевич даже в устав куда-то включил какой-то там, как вы там назвали по поводу вот дискриминации, что такое, консульство, технологической дискриминации. О, yes. Дальше, Морозов Михаил Николаевич с ним, я вел переговоры, о переговорах, он согласился, он инициатор действительно такого, международного плана, то, что он публикует, мне очень нравится, тем, чем занимается, он очень нравится. Для меня, конечно, это сложновато, но, по крайней мере, это признанный специалист, и ради бога, без виртуальной среды мы никуда, как бы, в развитии не двинемся, пока такое мнение, да, поднимите выше. Кальяников Павел Юрьевич, разработка электронного контента. Я Павла знаю, ну, где-то, наверное, с МИЭМ, если не раньше, да, или по МСИ еще по конференции, но да, да. Я считаю его суперспециалистом, хорошо пишет, много читает, вот интересно ставит вопросы. И вообще спектр, скажем, контента, библиотек, я не знаю, вы знаете, что все университеты, они базировались на базе монастырской библиотеки и тех богословов, которые толковали то ли иное, так сказать, ими или другими написанные. Поэтому без библиотеки мы никуда. Тимкин Сергей Леонидович, тоже я его лет 20 знаю, он написал докторскую диссертацию, что-то ему там не понравилось, что-то не стал защищать, не знаю почему, с большими потенциальными возможностями, хороший человек, вот мог он. Вроде занялся, так сказать, на таком профессиональном уровне. Название его направления он сам придумал, я почти ничего не резортировал, кроме последней буквы. Белянин Игорь Владимирович, лично с ним не знаком, но Юрий Николаевич о нем великолепно отзывается, и вот тот сайт, как я понял, который ныне работает, это благодаря усилиям его и Юрия Николаевича. Плюс я смотрю, он по инженерным техническим специальностям, возглавил сейчас институт технологий ДО, и мне, допустим, очень интересны виртуальные практики, практика удаленного типа, как это у него получится, пока не знаю, потому что он выставил в PDF, конечно, там какие-то учебники по физике, но это, конечно, само по себе интересно, но, как бы, думаю, развитие будет в другом. Доценка Игорь Борисович, его хорошо знает и Юрий Николаевич, и Попов, я знаю, Алексей, он из Таганрога, специалист, Павла Светлана Александровна, ДО дополнительном среднем образовании, ведет свою группу, очень грамотно, все понятно, так сказать, и нет никаких... Анимчев Владимирович, он здесь присутствует, образование три для взрослых, не совсем, я, допустим, могу согласиться, но я согласен только в одном, что это один из признанных специалистов, который посвящает всю свою жизнь вот этой новой среде. А можно сама поздравить? Да, 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 да. Обучение обычно смотрящей страны преподавателю, обучение можно смотреть со стороны учащих, я не знаю, можно сказать, профессиональнее. Ну, тем не менее, вот я согласился. Так, еще выше... Вы что поднимите? Я больше играю. Так, а где? Это не тот список, а вот другой список-то. Юрий Николаевич, а где список мягкого рейтинга? Я его вижу на экране. Сейчас, секунду. Маш, 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 который я тебе список отправлял, где он? Там вопрос номер четыре. Вот этот. Значит, он там файл, файл президиум, а вот это направление. Да, 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 да. Значит, салфанты Беларошкин Андреев, решим в оруле, с тем кидеерами для отцены Павлова Альмпин. И Кананов Азарт Дамирович. Мы с ними, с ним, когда еще, так сказать, когда Кенелев был, да, это не директор института Ленецкая, когда первый раз мы с тобой. Вот я бы хотел представить и Азата Дамировича, и на этом я как президент больше пока не рекомендую никого в состав президента. Вот такое мнение, которое есть у меня. Пожалуйста. Погромче. 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 неизвестно, есть смежная общественная организация на базе МЭСИ. Ну, вот, например, естественно, а не на базе. Есть смежная организация на базе МЭСИ, назовем ее так. И если кто-то из руководителей той организации не на базе МЭСИ войдет за иметь, но, например, в отложительной функции, я не знаю, взаимодействие или как-то... Ведь мы гребем, в общем-то, в похожем направлении. И вот здесь вот, я не знаю, насколько будут пересекаться инженерации, но отрицать делать вид, что мы друг друга не видим, наверное, безумно. Поэтому можно, например, молча, но с направлением как раз координации, я не знаю, коллега спормирует лучше ли я, но вот здесь могут быть за месту. Я не знаю, что-то выйдет из этого или нет. Но почему нет? А, как вы думаете? За то, чтобы включить... Включить с определенными... Хорошо, тогда... Я могу сказать, что те, кто баллотировался на пост президента Российской Федерации, они все находятся в политической элите и занимаются своей нишей и чем-то занимаются полезным. Да, то, что вот... Движем... Да, да. Движем дорогой... Да, то, что Вячеслав Александрович предложил такое решение, когда коллеги имели смелость и желание баллотироваться на должность президента, им отказывать, так сказать, в совсем ином, ну, было бы тоже 10 стран. Это вообще великолепное само по себе решение, и я вам честно скажу, у меня, так сказать, чувство такое было достаточно неловкое. То есть, с одной стороны, было определенное время, где каждый мог, да, и вдруг, так сказать, на каком-то этапе, меняя, так сказать, правила по ходу, так сказать, было. Я соглашаюсь с этим предложением, и я могу сказать, что Валерия Евгеньевича Бочкова, я знаю, тоже не меньше 20, так я думаю, лет, не меньше 20 лет. У нас есть совместные книжки, да, совместные книжки есть, у нас совместные сведения госбюджетных каких-то проектов, ну, мы достаточно в дружеских отношениях, так сказать, много друг другу помогали по жизни. Вот, и бизнес-проектами были, так сказать, даже заняты своими. Что касается Александра Сергеевича Молчанова, я так же его знаю еще по МЭСИ, когда только создавалось ДО, он с Тавропольского края, принимал участие в нашей конференции в МЭСИ, и дальше, вот, я многое, так сказать, не знал, а, оказывается, когда он привел информацию о том, чем он занимался, после того, как я ушел из МЭСИ, так он занимался тем же, так сказать, полезным на ниве дистанционного, с местными органами власти, и так далее. Я очень благодарен вам за это предложение, вот, я его категорически поддерживаю, я так думаю, с коллегами мы потом переговорим, какое бы они направление взяли, и вношу их, так сказать, в список вот этого голосования. Еще у меня такое дополнение есть, и к этому списку вернусь, или в процедуре, значит, я бы, конечно, хотел, вот, насколько это возможно, но вот здесь было рейтинга голосования, а вот членам организации, вот, в каком направлении работать, то ли два, то ли три, то ли четыре, вы знаете, мне, допустим, интересно любое направление, которое, так сказать, вот здесь даже опубликовано, и, ну, будет, может быть, вот этот Facebook, как он называется, этот Vogue, да, там, скажем, для профессионалов, вот, где Facebook готовить, будет он, не будет, но вот есть страницы, да, вот, по крайней мере, у меня там где-то, порядка 170 человек, которые лайкнули, да, то есть они как бы получают рассылку и какой-то общности, если каждый из вице-президентов заведет, а уже кто-то и есть, можно этим воспользоваться, мне вот копилка хорошо понравилась, скажем, понравилось, там, повышение квалификации, ну, не знаю, здесь каждый из вице-президентов заведет, то члены организации, и нужно иметь в виду, что наши сторонники, там, из 1900 или 2000 человек, они лайкнут на это направление, и тому или иному вице-президенту это будет дополнительный потенциал, дополнительное осознание, вот, и поддержка тех устремлений, значит, которые, так сказать, вот вице-президент может, то есть, как бы рекомендация каждому завести соответствующую страницу, но с тем, чтобы было больше сторонников, да, вот, это из таких, как бы, соображений, тогда у нас получается, сколько там этих кандидатур-то, два, два, четыре, шесть, восемь, десять, девенадцать, четырнадцать, да, получается, так я правильно считаю? Да, четырнадцать. А у нас еще два квадрата, здесь кандидатура в Украине-Домейского Семенукова и в Украине-Домейского Семенукова и в Украине-Домейского Семенукова. Нет, я кончально говорю. Василий Иванович, мы не слышим, да, да, Юрий Николаевич, мы ничего не слышим и пишем вопросы и просим на них реакцию. Юрий Николаевич, значит, было предложение внести две кандидатуры, Молчанова, Александр Сергеевича, и Бачкова, Валерия Евгеньевича в список вице-президентов и как специалистов, и как участников выборов президента. И тем самым у нас общий список стало 14 кандидатур. Вот. При этом, значит, из 14 кандидатур по уставу, значит, есть, и это введено в устав, есть понятие первого вице-президента организации. Вот. Он в составе находится этих 14 человек. На должность первого вице-президента нашей организации я рекомендую Белоножкина Юрия Николаевича, вот, который вам прекрасно известен, себя отлично зарекомендовавший, он и ведет и группу, он ведет и наш сайт, и с коллегами, так сказать, он будет в организационном порядке двигать нашу организацию все к новым и к новым победам. Поэтому у меня предложение, первое, это ограничить список 14, кандидатурами жизнь покажет. Мы еще раз с коллегами на президиуме определимся с точным названием, с тем, чтобы иметь хорошую, так сказать, потенциальную массу сторонников и подвижников. Вот, это первое. И второе предложение, это из-за числа вице-президентов попросить и проголосовать у вас, попросить Юрий Николаевич согласиться быть первым вице-президентом нашей организации. Это второе предложение. Я бы хотел попросить проголосовать это общим списком с учетом должностей первого вице-президента и количественного и персонального состава президиума. первого устава выборный идет. Он в уставе как выборный идет. Есть другие предложения? Я бы замахнули. Есть предложения другие. Значит, я прошу тогда в очной фазе, если поддерживается предложение о таком количественном составе и значит, то, что один из вице-президентов, первый вице-президент это Белоножкин Юрий Николаевич, я прошу проголосовать кто за. Василий Иванович. Василий Иванович. Так, кто против? Против кто? Он против кто? Черт, хочешь сказать. Да, Юрий Николаевич. Василий Иванович, мы, к сожалению, не отвечаем на вопросы удаленных коллег, вопрос очень важный. совершенно, во-первых, вводя членов президиума, должны учитывать их направление, которое можно было бы поручить, включая Александра Сергеевича и Валерия Евгеньевича. И одно из пропущенных абсолютно направлений это среднее звено, средние школы. Я очень долго рассчитывал получить подтверждение от Марины Ефимовны Вальцовцы Соевой, но мы его не дождались. Я думаю, надо нам этот вопрос рассмотреть, закрепить еще одного направления. Мы на президиуме уточним направление, поскольку они может быть и редакционные, может неправильно еще пока. Еще одно предложение. У нас не закрыт международный сектор, мы обсуждали, что это будет Буханова, Буханова. Она работает, живет сейчас в Эдмонтоне, но она наша гражданка Российской Федерации из Сибири. Вы многие знаете ее достижения. У нее прекрасный английский язык, у нее прекрасная теоретическая и практическая подготовка, она нам нужна в составе президиума для международной связи. Спасибо. Какие еще есть предложения? Куда больше, получается 19. Нет, 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 сейчас пока 14. Сейчас 14 человек, которые дали все свое согласие. С Буханкиной нужно отдельно разговаривать, с Панюковой нужно отдельно разговаривать, с Фаиндов нужно разговаривать со своей Мариной. Вот это так сказать вопрос такой. Мы не слышим коллеги, мы не слышим. Погромче, погромче. Лучше к микрофону подходить. Мое продолжение связано к следующему. В среде мягкого рейтинга, за которого было голосование из дополнительных кодеков, у нас присутствует сегодня очень для нашим учебникам сегодня Светлана Валерина Полякова. Доктор педагогических наук, которые очень активно занимаются проблемами социальных, специальных сетей для обучающихся. Это фл-портфолио. Я думаю, что в составе приведу его деятельность будет очень полезна для нашей организации. Спасибо. Юрий Николаевич, слышали, а вы что-то по поводу Светланы Валерьевны говорили. От нее не было согласия? Я очень рассчитывал и сейчас рассчитываю, что она будет с нами, но почему-то на мои вопросы не отвечала ни по скайпу, ни по чем. Может быть, она примет наше предложение, и я был бы рад по направлению именно портфолио. У нее богатый материал, и я очень настаиваю, прошу, чтобы ее тоже включили в состав президента. Спасибо. Спасибо. Я вообще это написала, может быть, просто не дошло. Это было давно, дни 7 назад. Спасибо за доверие. Ждал. Тогда, коллеги, я не могу не согласиться с этой кандидатурой, с поддержкой которой, с рекомендациями. Я посмотрел сайт лично, когда мне сказали, куда идти. Я думаю, полезно. Если у каждого будет хотя бы минимальная часть того, что есть в портфолио, чисто по структуре, то мы будем видны еще более прозрачные не только по прошлым проектам, но и по тем будущим, которые есть. Здесь пойдет инициация неких проектов коммерческого звучания, и нужно знать потенциальные возможности того или иного участника. Если портфолио будет грамотно составлено, будет идти выбор, поиск, или еще что-то такое, то мы можем через такое средство иметь отбор тех кандидатов, которые могут быть включены в тот или иной проект, от которых можно ожидать того или иного. Поэтому я за вашу кандидатуру. Мы включаем ее в состав Президиума, и с вашего разрешения я прошу еще раз за количественный состав, итого 15 человек, включая Светлана Валерьевна, прошу поголосовать. Кто за? Все, спасибо. В виртуальной сфере, конечно, я хотел бы там значки иметь, но решение здесь единогласно принято. Уважаемые коллеги, здесь у нас из таких вопросов это выбор ревизора. Все-таки, Юрий Николаевич, я не знаю, что с этим ревизором делать, кроме того, как пойти на спектакль Николая Васильевича, посмотреть еще раз. Что делать? Крепского? Он еще в Едлеве. Можно Попова, да. Леша. Один достоин другого. Нет. Попова. Не, без их согласия, как я могу. Давайте вот, может, решение. В принципе, Игорь Гершевич и Алексей, они хорошие, порядочные люди, остепененные все это дело. Значит, пока здесь по поводу ревизора идет разговор. Заседание президиума я предлагаю не проводить, сначала провести некую работу внутри либо сайта, либо как-то еще. Вот, с тем, чтобы уточнить точное направление, что мы там действуем. Я бы, так сказать, определил бы там свои какие-то задачи, поскольку не имея статуса, то, что мне здесь определять и распределять какие-то... Надо время просто-напросто. Вот, и что-то попытаться до конца года все-таки сделать. Я имею в виду, так сказать, поучаствовать в рабочей группе комиссии по молодежи и Рособорнадзора по условиям и требованиям исключительного электронного обучения, что там творится, понимаете? Качество электронного образования, это вот то, что горит, понимаете? То есть, мы можем где-то кое-где даже опоздать с вхождением или с пониманием того, как это движется. Поэтому, что касается заседания президиума или обсуждения того, чем оно будет заниматься с предложениями, дайте мне время, я его, так сказать, вот, буквально, там, не знаю, завтра-послезавтра примерно объявлю, заведем какую-то страничку, разложим там какие-то документы, но я думаю, что это на сайте, не будем выносить пока на всеобщую эту, значит, на всю группу то, что мы пытаемся, что мы планируем сделать в самое ближайшее время. Вот, тогда у меня по поводу ревизора, дайте направо президиуму и президенту, значит, переговорив с Крепским Игорем Гершевичем и Алексеем Эдуардовичем, да, Поповым, да, кто из них возьмет бесплатно вся функция ревизора, вот, ну, что бы они еще возьмут, кто их знает, вот, и мы чисто тогда протокольно, так сказать, запишем одного из них. Если кто-то откажется, мы проинформируем тогда учредителей о том, что, значит, вот решением такой-то, я так понимаю, что ревизор нужен для того, чтобы он был неким ответственным лицом, который подтвердит, что никакой там хозяйственно-производственная там деятельность, никаких там денег не было, вот, в порядке рассуждения, так сказать, да. Уважаемые коллеги, ну что, есть какие предложения еще? Валерий Евгений, Василий Иванович, Василий Иванович, Василий Иванович, да, во-первых, мы не доверили до конца информацию, не все запомнили, по приему новых членов, вот, когда мы уже утвердили устав и все остальное, мы, я предлагаю, после этого объявим рассылкой, что мы теперь имеем право принимать новых членов, так как мы планировали, по рекомендациям и по решению президиума. Вот этот ответ задают из удаленные участники. Вы согласны с этим? По приему новых членов? Ну, так в уставе записано, что каждый гражданин Российской Федерации может стать членом при наличии рекомендации имеющихся членов этой ассоциации. Но решение, оно будет приниматься на президиуме, так сказать, простым голосованием за или против, это поставить отметки и все, так сказать, поскольку надо понимать, что каждый из нас не знает всех, понимаете, да, а в то же время каждый из нас может знать того, кого рекомендуют. Это касается и почетных членов, понимаете, у меня позиция тоже, как бы, самого движения рекомендации, у Юрия Николаевича мнение совсем другое, что члены организации должны рекомендовать кого-то почетные члены, вот, это как бы два таких момента. И третье, что я хотел бы здесь сказать по поводу почетным членам, понимаете, есть великолепные специалисты, но живут они на Украине, да, они граждане Российской Федерации, но мы их знаем, так сказать, 20-30 лет, понимаете, ну, того же Кухаренко, да, я тоже где-то лет 20-25 его знаю, вот, и в этом плане у нас как бы есть юридическая плоскость, вот он почетный, если она с другой стороны это дает ему право принимать в обсуждениях, в каких-то, извини, в обсуждениях, в рекомендациях, так сказать, своих проектах каких-то и так далее. Он не может только голосовать, как я понял, так сказать, да, вот по закону, но мы тогда с этой процедурой, значит, разберемся и по поводу вот международного какого-то аспекта, конечно, вот эта госпожа Буханова, которая пишет, находясь там в Эдмонтоне, да, там есть, конечно, хорошие зарисовки, о которых я, допустим, не знал, она живет там, и хотя гражданка России, да, она бы нам помогла бы вообще понять, так сказать, многое изнутри, что там творится. Вот тогда, может быть, эти вопросы мы отдадим на президиум, сформировав наше вот решение и примем это на президиуме в установленной форме. Ведь нам никто не мешает собираться виртуально, там еженедельно, вопрос дали, проголосовали, решение принято. Что еще, коллеги, мы не учли? Василий Иванович, к нам подошла Марина Ефимовна Вальдорф-Сысоева, ее удаленные коллеги спрашивают, и она соглашается войти в состав президиума, я хочу уточнить ее участие в президиуме, пока мы еще в работе. Рекомендации положительные занятия были. Ну что, коллеги, заведующий, как встречена, методики, методики обучения РГДУ. Она в средней школе, по-моему, хорошо бы могла бы закрыть это направление, мне так кажется. Как вы считаете? Она участвует, да, значит, у нее спросили согласие, она ответила, спасибо, хорошо. Хорошо это за, да, за участие, как я понимаю. Она пишет, она согласна, она была занята на конференции, я видел, и не успела подтвердить. Так, коллеги, последняя кандидатура, ведение вице-президента, это Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева. Я ее тоже лет 15 знаю, участник всех мероприятий, вообще симпатичный человек и умный товарищ. Я прошу, сколько у нас тогда, 17 получается? 16, да? ну, нормально. Тогда я прошу за количественный состав и ведение Вайндорф-Сысоева в состав вице-президента, что-то в рамках средней школы и методики, она за в кафедре РГГУ. Прошу проголосовать, кто за? Спасибо. У нас единогласно, вы там посмотрите на эти голосования в виртуальной сфере. Таким образом, коллеги, у нас повестка исчерпана, наши учительные конференции. Я вас искренне по-товарищески благодарю, та работа напряженная, которая была проведена Юрием Николаевичем, но и здесь присутствующими нашли время еще посетить наш институт. оторвавшись от многих-многих дел, но мы сделали дело и тем самым, по крайней мере, своей организованностью оправдали кредит доверия сотен тех, кто за нами внимательно следит. Теперь все зависит от нас, от меня, от членов президента и от вашей поддержки, которую мы, надеемся, будем постоянно иметь, как имели до этого. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, председатель нашего собрания, хотелось бы несколько слов сказать с благодарностью. Во-первых, Юрия Николаевича Белорусска, Юрий Николаевич не просто год посвятил жизнь этому делу. Я напомню, что начиналась с группы сторонники развития электронного оборудования. Я поздравляю всех, кто принимал участие в создании этой организации. В первую очередь, я хотел бы слова благодарности сказать выбранному законно нашему президенту Василию Ивановичу. Ты сделал огромную работу. Вот все эти очень видные документы выправил, все сделал, как надо. Я считаю, что мы на правильном пути и пожелаю нам всем успеха. Спасибо. Спасибо. Ну все, коллеги, спасибо вам. До новых встреч. Василий Иванович, Василий Иванович, Василий Иванович, я хочу еще поблагодарить Авторе Маркова. Меня слышите? Я хочу также поблагодарить нашего партнера компанию Библиоклуб Костюмка Константин Николаевич, которая предоставила нам надежный сервер, без которого я бы ничего не смог сделать. Они нам выделили инженеров, программистов, которые помогали и там участвовал не только один Белоножкин или Белянин. Здесь присутствует Павел Калиников, он обещал привезти сюда директора и я очень благодарен за их безвозмездную помощь в нашем общем деле. субтитры от имени всех удаленных участников, которые здесь сейчас с нами или заочно принимали участие, поздравить и вас, и всех нас. Уже приглашают на виртуальный банкет с танцами. Мы что-нибудь в этом плане придумаем когда-нибудь. Ну а всю остальную рабочую информацию и каменнике по результатам конференции мы будем рассылать от вашего имени уже официально как президент. Спасибо. Спасибо. Все, переносим все остальное в нашу виртуальную сферу. Спасибо вам, коллеги. Спасибо.